Всем привет, с вами Vastrik Ask Me Anything, и сегодня у нас Евгений Максимов, который расскажет нам про создание и развитие блога. Жень, тебе слово. Да, всем привет. Сегодня у нас будет такая большая подробная презентация, которая будет состоять из нескольких блоков про создание, развитие блога, что для этого требуется, про монетизацию и ответы на ваши вопросы, которые вы задавали как раз-таки в посте и вот в течение презентации. Будет примерно официальная часть в течение часа, я думаю, может быть меньше, может быть побольше, потому что я могу очень долго насчет этого рассказывать, и если какие-то вопросы будут, задавайте их в процессе, и после официальной части можно уже будет детально, подробно все это дело обсудить. Я надеюсь, что меня хорошо видно, слышно, и давайте будем начинать. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Евгений Максимов, я полжизни, ну, грубо говоря, полжизни сознательный потратил на создание и развитие как раз-таки контента, развитие блогов в соцсетях. И вот за все это время, то есть я начал в 13-м году, то есть путь длиной уже в 9 лет, следующий год будет условно юбилеем, вот это вот я примерно в 14-м году, и за это время я успел быть видеоблогером, стримером, подкастером, фотографом, видеографом, рилсмейкером, видеоблогером на английском, то есть сейчас я развиваю блог на английском языке на Ютубе и в Инстаграме, моряком, я успел еще отучиться в вышке, я вообще инженер-судоводитель официально, и моряком-видеоблогером на английском, потому что я тоже, когда работал в море, я тоже выпускал какой-то контент, потому что это прикольно, это интересно. Вот, и вот это такие какие-то ключевые цифры, ключевые метрики, о которых я могу рассказать, а то, что я вот создал за 9 лет больше полутора тысяч роликов, как для своих каналов, так и для других блогеров, предприятий, фирм, стартапов, как на русском языке, ну, то есть в большей степени это условно русский язык, потому что я когда работал фрилансером в своем родном городе. Вот, и про это я тоже расскажу попозже. Как раз-таки моя ключевая роль, вот что вот, чем я сейчас конкретно занимаюсь по профессии и пытаюсь на этом зарабатывать, это закрывать боль тем людям, кто делает блог, развивает контент и пытается через него зарабатывать. И у них есть вопрос с контентом, как делать контент системно, как не выгорать из этого контента. И я это краски закрываю в, как бы, с помощью своей специализации. И о чем я расскажу сегодня. У нас три основных блога, как я уже сказал, блока. Первый – это мифы про блоги, самое основное, то, что вас может останавливать, и вообще, это фигня на самом-то деле. Второе – это какие площадки развивать, тоже на несколько уровней сложности у нас будет. И третий – это как вот делать системный контент без выгорания. И если вы готовы, то можете в целом отписать и накидать, например, огонечков, что-нибудь еще сделать, и будем начинать. Первая, как раз таки, история, которая у нас есть, вопрос, который задавали в вашей клубе, про монетизацию. Самый ключевой вопрос, когда идет разговор про контент, типа, а что ты вообще зарабатываешь с этого или нет? И вот у меня как раз таки это первый миф, то, что на самом деле миллионы просмотров, миллионы подписчиков мне нужны для того, чтобы зарабатывать много. Потому что вот у меня, например, мои результаты. Это вот YouTube-канал про видеоигры, который я вел очень-очень давно, когда еще был в школе, то есть ключевая, то есть вот сам большой ролик. 230 тысяч просмотров – это все вот, все результаты, которые я вам говорю, это органический трафик без привлечения какой-то платной рекламы. То есть 230 тысяч просмотров, 90, 80, 36 про видеоигры. Дальше. Я продюсировал канал, который был про автомобили. Мы там отсняли один сезон, 8 выпусков всего. И вот тоже ролики на нулевом аккаунте, 20, 18, 13 тысяч просмотров. Это очень хорошие результаты для нулевого канала. То есть если вы будете запускаться, такие цифры – это прям вау. Это прям суперклассно. Следующий я такой. Ну, на русском я вроде бы что-то понимаю. Давайте пойдем в английский язык. И вот на английском языке, как раз таки, в прошлом году я запустил YouTube-канал, тестировал тоже эту нишу. И вот как раз таки тоже ролики, 10, там 10-10 тысяч просмотров. Вот такой нише вполне неплохо. Опять же, органический трафик. Ну и также такой. Ну, рилсы. Давайте будем делать рилсы. Почему бы и нет? На английском языке 53 тысячи охватов. И ключевой вопрос. Сколько я на этом заработал? То есть где деньги в этих просмотрах? И как раз таки сейчас буду деконструировать. Они не в просмотрах. На самом деле, то, что вот эти цифры красивые, о которых я рассказал, они могут даже вам не принести деньги. Даже на YouTube. То есть все обычно оценивают то, что у него-то миллион подписчиков и средний ролик набирает, условно, 500 тысяч просмотров. Он супербогатый. Не факт. Вообще не факт. Вот. И, кстати, условно, опять же, возвращаясь к этим результатам, самого большого ролика, самого популярного ролика я заработал 50 долларов с рекламы официальной на YouTube. 50 долларов за 200 тысяч просмотров. Это, ну, как бы... И то я их не получил, потому что минимальная шкала, чтобы получать деньги с AdSense, когда это еще можно было, это 100 долларов. Потому что другие ролики, например, деньги вообще не приносили. Опять же, потому что такая ниша была, которая, ну, не денежная. Плюс это, опять же, русский язык, и денег там очень мало. Вот здесь вот я, условно, заработал, потому что я это продюсировал, я снимал, монтировал, запускал этот канал, я выступал как фрилансер, я с этого заработал, но здесь не стоял вообще вопрос монетизации. Мы его изначально не прорабатывали, не продумывали, и цель была не в этом. Цель была, условно, проявиться, попробовать себя в этом жанре. Я это и сделал. Дальше. Вот здесь тоже я еще до монетизации официальной ютубовской не дорос, но я пробовал другие варианты. То есть я делал свои онлайн-курсы, которые делал, выпускал на Udemy и Skillshare. И также я пытался, например, делать свой онлайн-магазин для продажи товаров для видеомонтажа. И как бы, то есть это совершенно история то, что надо вообще думать не про просмотры, а про то, например, как вкладываться эффективно в рекламу, запускать тот же AdSense, так, чтобы принести, привести людей, например, тот же трафик на магазин и продать что-то. Вообще абсолютно другая история. Вот, поэтому важно заниматься, если мы занимаемся контентом, занимаемся блогом, мы не занимаемся баловством. Мы не занимаемся, мы можем заниматься это как хобби, как какой-то интерес, который как бы самореализация. Но если мы хотим зарабатывать, то мы должны думать с позиции бизнеса, мы должны подходить с позиции, какая вообще у нас, ну то есть, что мы делаем, для какой аудитории. Сейчас тоже детально про это расскажу. Какой вопрос мы закрываем, какой продукт мы можем создать на основе наших интересов и нашей экспертности. Вот, и как один из примеров, вот вообще, почему я начал идти в английский язык, это Али Абдалл, то есть, это один из блогеров, который рассказывает про продуктивность, про бизнес, про книжки. Многие наверняка его видели, слышали, потому что это очень, один из самых больших каналов, которые есть сейчас на Ютубе. Вот я когда посмотрел этот ролик, я такой, блин, я хочу, я хочу на английский язык, можно мне, пожалуйста, дать английский язык, потому что он заработал, вот, тысяч, миллион триста шестьдесят тысяч, можно посмотреть. Это вот с Ютуб-канала, но, опять же, заработок с рекламы на Ютубе, это сто тысяч, вот, сто тысяч фунтов. То есть, это сколько получается? Это десять процентов от всего общего заработка, от всей общей выручки. То есть, Ютуб дает не очень много денег, дают другие площадки, другие источники, я надеюсь, это было не очень громко, дают другие краски площадки и другие способы заработка деньги. Но наш блог – это хороший источник, это как бы бесплатный трафик, это бесплатная реклама, если наш ролик смотрят, то мы можем через огромное количество площадок, через огромное количество возможностей зарабатывать. Вот, следующий год, у него еще и еще больше, он вырос в четыре раза, то есть, четыре миллиона семьсот девяносто тысяч, через пятнадцать источников дохода, и десять из них – это контент. То есть, здесь, в общем, в целом показано все его доходы, ну, источники дохода, но десять из них – это контент. То есть, это история, вот, как он зарабатывал, получается, через свой Ютуб, через подкаст, через прямые эфиры, через Дискорд, то есть, очень много связок, которые есть. Вот, и поэтому, на чем можно зарабатывать? Очень-очень много вариантов. Сейчас, секунду, я себя, пожалуйста, заглушу, а то я прям себя очень-очень громко слышу. Очень много вариантов, пять целых способов, но и то это прям супер, прям, я очень мелко об этом говорю. Сейчас. Это получается, у нас есть, как реклама от площадки, то есть, если мы берем Ютуб, то там реклама от Ютуба. Если мы берем тот же Инстаграм, Инстаграм сейчас делает для рилсов, как бы, бонусы для рилса, для рилсмейкеров, это там на территории Америки действует. Плюс они там начали внедрять то, что можно донатить, то, что можно покупать NFT-шки в Инстаграме, можно покупать подписки платные, как вот сделано на том же Ютубе. Это вот один из вариантов. То есть, сама площадка дает нам какие-то деньги. Дальше. Мы можем, опять же, напрямую зарабатывать через какой-то контент, то есть, через наш контент с помощью рекламодателя. Или какие-то интеграции, баннеры, мы можем участвовать, как вот рекламное лицо, условно, как вот какой-нибудь вилсаком участвует, не знаю, НТС-банк, грубо говоря. То есть, ну, какая-нибудь такая история. Можно делать реферальные системы. Например, очень многие ютуберы на Западе зарабатывают просто из-за того, что у них куча ссылок написано в описании. То есть, мы возьмем как раз Келли Абдала, и там у него куча ссылок, с большей части ссылок он зарабатывает. То есть, если там, например, ссылка на какой-то сервис, люди к нему приходят, он зарабатывает из-за того, что он привлек человека через свое описание. То есть, такая вот реферальная система, она очень популярна на Западе. Вот, дальше. Это какой-то свой обучающий материал. То есть, опять же, курсы, клубы по подписке. Вот как мы в Астре-клубе находимся, мы находимся в клубе по подписке. То есть, человек с него зарабатывает. Дальше, какая-то вот какая-то большая элитарная программа, типа в формате наставничества, что я сейчас пытаюсь продавать. Это тоже один из таких вариантов. Можно продавать, вот быть, условно, фрилансером. То есть, ко мне многие клиенты приходили с позиции, что, о, я увидел твой контент, увидел твой канал, увидел твой Инстаграм-аккаунт, давай сделаем какой-то, ну, то есть, ты прикольный, ты там делаешь прикольные фотки, давай, я тебе дам денег, чтобы ты сделал мне такие же фотки. То есть, такая вот история. Больше вот как вот мы делаем из этого какой-то вот, ну, зарабатываем на своем ремесле, зарабатываем на своем скиле. И какие-то офлайн-онлайн-мероприятия, которые тоже можно проводить, тоже можно через них продавать. То есть можно проводить как бесплатное мероприятие, например, какой-нибудь бесплатный мастер-майн, который у меня в субботу будет проходить в моем канале И через него идет условная продажа, прогрев, и через это мероприятие, которое бесплатное, можно зарабатывать Можно делать как платное мероприятие, загонять туда кучу людей, зарабатывать уже на том, что люди покупают входные билеты Вот как такой один из вариантов Вариантов очень много, связок очень много, но на самом деле в качественном блоге, если мы берем какой-то большой блог у него минимум 5, а то и 7-8 источников дохода. Курсы, свой магазин, свои какие-то плагины он продает, продает свой меч, мерч, плюс реклама от, там, условно, Ютуба, плюс он еще коллабится с какими-то площадками, через которые, вот, через свой контент он продает, плюс, ну, то есть очень много вещей, и нужно понимать то, что ставить только на один источник дохода нельзя. Это плохо, это не работает, потому что правила игры, правила площадки могут поменяться, и мы можем остаться без дохода, поэтому нужно прорабатывать это заранее. Вот, и поэтому нам нужно важно, ну, как бы, определиться, то есть мы можем идти с двумя позициями. Первое – это создавать какой-то такой вот массовый продукт, то есть, ну, масс-маркет, грубо говоря, то есть где у нас большое количество людей, но низкий чек – это вот, как раз, подписка в клуб, в котором мы находимся, за доллар, или, например, тоже такой онлайн-курс, который там на Юдоме их продают просто пачками, условно, там, за 10 долларов продает курс на черную 5, ну, вообще, в любом случае они продают любой курс за 10 долларов, хотя оригинальная цена стоит, там, условно, сотка. Вот, то есть это другой-другой подход. Но можно также пойти с то, что нам нужно меньшее количество аудитории. Вот, как раз-таки, вот сейчас я, условно, иду через второй путь, чтобы понимали, то есть я иду через какой-то эксклюзивный продукт, то есть когда у тебя есть маленькое количество аудитории, но ты продаешь на высокий чек. То есть, условно, ты продаешь свое наставничество, которое длится, там, месяц, два, три, за минимум, там, 100, 150, 200, 300, 400 тысяч рублей. То есть вот такая вот история. Это уже немного другой-другой подход, и можно даже это комбинировать. То есть мы можем, условно, делать, если мы бизнес, опять же, воронку рассматриваем, то есть у нас люди смотрят наш, там, YouTube-ролик, они дальше идут на какое-нибудь бесплатное мероприятие, которое мы проводим. Мастермайнд, интенсив, марафон, тысяча желаний, дышим маткой и зарабатываем деньги из этого формата. И, условно, через это бесплатное мероприятие мы его, человека, закрываем на уже более дорогую программу. Вот, как раз-таки, воронка из трех шагов, грубо говоря, я вам ее описал. И таких воронок можно очень много сделать. И, опять же, лучше всего, конечно, это комбинировать и зарабатывать с разных форматов, как я уже об этом сказал. Дальше. Ух, я прям бодро иду. Вообще, напишите, как вам в чате. Ваша реакция. Вот, следующий. Миф номер два. То, что нужно для запуска очень много денег. Ну, то есть, реально, очень много денег, прям миллионы-миллионов нужно вложить, чтобы было вот так, например. Ну, вопрос, а зачем? Ну, типа, а кому это надо? То есть, я захожу с позиции, что сейчас, ну, как бы, нужен крутой визуал для тех людей, кто зарабатывает на продаже своего визуала. То есть, грубо говоря, это у нас могут быть фотографы, видеографы, те люди, которые вот рассказывают про арт, дизайн, искусство, то, что то, что связано с визуалом, или там те люди, у которых есть бюджет на команду, то есть, они уже зарабатывают миллион, им там выкинуть, условно, 150 тысяч, там, 200 на команду, вообще без проблем. Продавать я сегодня ничего не буду, не переживайте. Там в чате пишут. Не переживайте. Вот, как раз-таки, это солидные бренды, ну, то есть, условно, можно, как бы, если у вас крутой, солидный бренд с солидным большим чеком, условно, берем какой-нибудь банальный бренд, какой-нибудь там Gucci, Louis Vuitton и всякое такое, то, что нужно, чтобы оно выглядело дорого, то тогда, конечно, нужен крутой визуал, грубо говоря. Но большинству людей крутой визуал не нужен, если мы сейчас будем говорить про фото и видео. Вот, и как я захожу, то есть, вот у меня есть история с моим стилем, то, что я себя позиционировал раньше как видеограф, то есть, я там рассказываю про видео, как монтировать, цветокоррекция, то есть, у меня был вот такой стиль. Сейчас я такой, ну, я делаю рилсы вообще, я рассказываю про контент, я буду записывать все на iPhone. Типа, зачем париться? Ну, типа, а зачем париться, когда результат такой же, но трачу я времени гораздо-гораздо-гораздо меньше. И, опять же, про то, что нужно вкладывать кучу денег, у нас есть ошибки при съемке, которые по факту фиктятся просто скиллом, не деньгами, не то, что мы там купили самые крутые лампы, не то, что мы купили самый крутой объектив, который суперкрутой там размытие дает, крутую бокешку. Большая часть вещей, это вот как бы неопрятный внешний вид, ракурсы, отсутствие план идей. На самом деле, это такая большая проблема, когда такой, я не знаю, о чем снимать, я не знаю, о чем рассказывать, но надо о чем-то рассказать. И как бы из-за этого уже идет как бы проблема. Ну, и дальше скучная подача. То есть, если бы я сидел, просто говорил вот так, вообще все равно, вообще какой визуал на самом-то деле. То есть, в большей степени играет роль еще, как мы подаем свой контент. Мне тут решат, решили испортить всю обстановку. Вот, краски. Ну, и неважно, потому что, опять же, как бы я этим не контролирую, и все равно. Потому что главное, что я хорошо условно подаю, я не контролирую эти условия, и зачем тогда из-за этого переживать. Вот. И то, что мы можем исправить, во что мы можем вложить деньги, это краски купить условно фон и купить нормальный свет. Но это стоит тоже не такие прям большие деньги. Это стоит в рамках условно 500 долларов. Хватит для того, чтобы изобретать базово эти моменты. Об этом я расскажу позже. Пример. Люблю этот пример приводить на кошке своей, которую я фотографирую. То есть мы можем один и тот же объект, вещь, человека, бутылку, айфон, все что угодно, мы можем показать по-разному, используя те же самые инструменты. И результат будет разный. Что левая фотография, что правая снята на айфон. Но из-за того, что это разные условия, у нас абсолютно разный вид и разная итоговая картинка получается. Слева у нас просто пирожок, который хочет кушать, а справа у нас супергерой, который условно сейчас даст тебе в лицо, потому что ты мешаешь условно шерсть вылизывать, грубо говоря. Вот. Второй пример тоже самое. То есть условно слева фотка на айфон, справа тоже фотка на айфон. Но ощущения абсолютно разные. Поэтому если вы думаете, что нужно сразу вложиться и потратить кучу денег для старта, вообще-вообще не нужно. То есть вот есть такое вот простое уравнение, то что камера крутая. У меня вообще камера с собой есть, но она далеко находится. Вот эта камера, я ее сейчас вот последние три месяца брал в руки, наверное, один или два раза для какого-то проекта, для другого человека. Сейчас я скажу с позиции то, что зачем, опять же, усложнять, когда можно идти через простоту, через то, что у тебя есть уже сейчас. И вот краски наглядное сравнение, что, как и зачем. Айфон, реально, любой смартфон, который есть сейчас, уже достаточно для того, чтобы начать. Да, для каких-то форм контента, где условно, если мы берем какие-нибудь там YouTube-ролики, то нужно там закупиться, чтобы было лучше качество, лучше звук, лучше картинка. Я вот, например, сейчас говорю не в микрофон ноутбука или не в AirPods, а вот в рекордер, который у меня есть. Вот такая вот история. Вот, поэтому, опять же, не тратимся. Главное, быстро. Нам нужно делать сейчас, увы, эпоха фастфуд-контента. И для того, чтобы выиграть, нам нужно делать много. И лучше делать хотя бы это быстро, на достаточном уровне, то есть хорошее качество, краски, что я написал, которого хватает для соцсетей. Вот, вопрос как раз-таки из чата, как раз-таки минимальный этап для съемки дома и на улице. Сейчас дальше об этом расскажу. В целом, на улице главное, ключевое, это снимать в то время, когда золотой час. То есть это час после рассвета, час до рассвета, то есть в этом периоде, потому что это самый мягкий и приятный свет, потому что если мы будем снимать в полдень, когда солнце в самом верху, у нас будет глаза енота, и будет не очень красиво. Поэтому если, опять же, нет денег на то, чтобы покупать выносные, портативные камеры, камеры, свет, работающие от батареек, просто наше солнце, это уже хороший источник света, который можно даже дома использовать. То есть если нет денег, например, на покупку софта, ой, на покупку, опять же, на покупку света, уже начинают заговариваться, много инфы, просто садимся у окна, и все, вот наш источник света уже готов. Тоже нормальный, нормальный способ. Про краски, сетап, остальной. Камера, опять же, про смартфон, я уже в целом сказал. Берем наш айфон, уже хорошо. Любой там смартфон, который за последние там несколько лет вышел, он снимает достаточно. То есть, опять же, если у нас есть камера, камера решает только одну задачу. Снимать картинку. Айфон закрывает все другие задачи по записи звука, по монтажу, по выкладке, по дизайну, вообще любая история работает. Ну, то есть, айфон закрывает больше задач, чем та же камера. Камера стоит дороже, а выполняет всего лишь одну историю. Дальше. Если мы берем как раз таки штатив для смартфона, вот можно взять вот такой, условно, один маленький, который можно поставить на стол. Этого будет достаточно для смартфона. И рекомендую взять еще, условно, полноценный, второй, вот на второй картинке. То есть, у него выдвигаются ножки, и он там, условно, в полтора метра в рост вырастает. То есть, если нам нужно снимать, опять же, на улице, поставить так, чтобы нас было видно, чтобы мы стоя могли записывать себя. Вот. Это, опять же, дешево стоит. То есть, условно, взять два штатива бюджетных, то есть, не нужно покупать какой-нибудь там пик-дизайн, который будет сделан из титаниума, который будет весить 100 грамм, супер качественный, супер крутой, супер дорогой, супер такой элитарный. Зачем? Типа, мы, опять же, не профессионалы, то есть, не нужно заходить с позиции, что нужно самое дорогое. Сейчас китайцы делают достаточно и недорого. То есть, можно взять штатив полноценный, за 50 долларов он будет нормально вам служить, и будет служить достаточно долго. Не нужно покупать, например, супер дешевое, хотя бы, вот, условно, следующая позиция после дешевизны. Дальше. Про кольцевую лампу, то есть, свет какой-то, кольцевую лампу я не рекомендую брать, потому что, если мы заходим еще с позиции качества света, то есть, есть такая вещь, как качество света. Физики, наверное, знают. Как раз таки, Миша тоже такой задумался. Как раз таки, качество света, то есть, есть просто в кольцевых лампах используются плохие светодиоды. Когда мы, например, снимаем, у нас будет либо зеленить картинка, либо такая фиолетовый такой оттенок, и наш там цвет кожи будет смотреться некрасиво. То есть, кольцевую лампу тоже дешевую не рекомендую. Рекомендую взять какой-нибудь софтбокс и просто купить, например, лампы, то есть обычные. То есть, кстати, вот вопрос для людей, кто сейчас сможет прокомментировать, сколько вот на вот этом вот скрине источников света? Вот напишите прямо в час, в чат, и я вам детально расскажу свою картину, вот как я ее делал раньше как раз таки. И это супер заморочено на самом-то деле. Так, окей, пошло. Три, пять, три, три, три. Угу, три. Ну, ключевое три, но на самом деле четыре. То есть, вы почти что угадали, потому что основной свет – это вот краски заполняющий софтбокс. Там стоят обычные лампы, которые светят 4000 кельвинов температуры. На фоне синяя лампа, которую все видят, плюс на фоне еще красная лампа, которая как бы не видно, но видно то, что, опять же, разность свет дается. И плюс еще такой контровой небольшой свет, такой синий оттенок, он еще есть. Его, наверное, просто на презентации не так сильно видно, из-за того, что маленькая, но тут четыре источника света. И все эти четыре источника света недорогие. То есть, вот эта лампа от Xiaomi, которая просто светит в RGB. Другая лампа тоже, которая светит, тоже светит в RGB, которая светит лампа красным. Это просто длинная офисная лампа, которая обтянута красной пленкой. Такой полупрозрачный, который используют для остекления. Все. То есть, вообще, абсолютно бюджетный сетап, но выглядит картинка уже гораздо лучше, если мы просто будем снимать без света, либо с каким-то комнатным освещением, либо освещением, которое просто из окна. И это не стоит, опять же, супердорого. Самое, наверное, дорогое, это, опять же, RGB умная лампа, которая управляет с айфона, грубо говоря. Вот, дальше. С микрофонами. Я вот сейчас записываю краски через этот вот рекордер Zoom F1. Он краски... Это идет как отдельно рекордер, плюс он имеет модульную структуру, то есть мы можем накручивать, ставить отдельные микрофоны. То есть сейчас у меня используется микрофон пушка. То есть если мы снимем... Я надеюсь, не очень громко, она выглядит так. То есть вот такой вот микрофон. Я надеюсь, это не громко. Вот так. Вот. Но плюс к нему, например, можно подключить петличный микрофон. И такой сетап условно стоит, ну, 500, 600, 700 долларов. Это в целом нормальный ценник для еще бюджетного рекордера. Потому что если мы берем, рассматриваем какие-нибудь другие там устройства от Zoom, там H5 или H7, там можно подключать XLR-разъемы, 4 микрофона, многоканальность. Нам это не нужно. Опять же, зачем покупать супердорогое, суперкрутое, когда вот такого решения будет достаточно. Вот. Это, опять же, средний бюджет, грубо говоря. Не суперпро, не супербаза. Средний бюджет, которого будет достаточно для покрытия почти всех задач. Я его использую как бы на всех проектах. Не подводят. Ну, проблем как бы с этим не было. Многие еще раньше использовали, вот ютуберы, особенно Zoom H1, такой маленький тоже микрофон с двумя микрофончиками. Он тоже дешевый, я тоже его использовал. И идеально справляется со своими вещами. Стоил 100 долларов с ЭБ, я его заказывал. Вот. Есть еще второй вариант, когда мы, например, это у нас все-таки независимый источник, то есть его нужно либо потом на монтаже сводить, либо подключать условно по проводу к компьютеру, чтобы какой-то звук был. Есть варианты, когда мы подключаем микрофон к смартфону. Но не рекомендую. Абсолютно. Это такой паршивый звук. Прям очень ужасный звук. Я записывал тоже, как в качестве теста была съемка. Был микрофон, вот полноценный нормальный, с нормальной петличкой, которая стоила 500 долларов. И были вот эти вот микрофончики, которые стоили там в комплекте 300 долларов. Звук был вообще ужасный, потому что как минимум мы не можем контролировать этот звук, когда мы снимаем на тот же смартфон. Потому что, ну, банально, мы не можем настроить громкость. Тише, громче, компрессор, low-cut. Это срез низких частот, чтобы, условно, какой-то шум кондиционеров, условно, его не было слышно. То есть вообще не рекомендую такие микрофоны покупать, потому что их на смартфоне невозможно контролировать. Ключевая проблема с микрофонами, то что если становится громко, мы ничего с этим уже не сможем сделать. Если очень тихо, мы, опять же, ничего не сможем это сделать. Как там микросхема с программным обеспечением подумает, так она решит, так она и сделает. Это не хорошо. То есть мы, если берем какую-то аппаратуру, мы должны ее уметь контролировать. Дальше. Облачное хранилище. Это, опять же, если мы начинаем работать с командой Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск, ничего такого сложного, стандарта. Дальше. Вот это ключевое. Если у нас появляется монтажер, появляется любой человек, например, какой-нибудь ассистент, который начинает помогать с монтажом, тем же, с выкладкой. То есть когда усложняется цепочка, нам нужно использовать сервис для обратной связи. Это либо Dropbox Replay, который, не знаю сейчас, но, условно, полгода назад он был бесплатный, то есть просто аккаунт заводит в Dropbox, и он бесплатно работает вообще без проблем. Или бы Frame.io. То есть я этот использовал сервисы для фриланс-площадок, для фриланс-работы за рубежом. Ну, там все это используют. Ну, реально все. Потому что, условно, делать правки, разбивать, показывать в Телеграме, в том же, когда у нас там рабочие чатики, это невозможно, это беда, монтажер вас проклянет. И когда мне такие правки тоже приходили, когда я работал там через WhatsApp особенно, вот в WhatsApp правки получать, это прям супер-супер-боль, супер-приятно. Дальше. Вопрос от Миши. Как улучшить обработку AMA? На минималках. На самом деле, вот способы вырезать автоматом, вот M... Я не знаю, потому что я такого не видел. Если бы такое было, это было бы прекрасно. Есть, например, тот же Adobe Audition, который, но у него есть функция, где ты вырезаешь пустоты, то есть, когда у тебя просто нет шума, нет звука никакого, и он просто вырезает это. Но как это сделать так, чтобы это связывалось с видео, и вырезать это все автоматически, увы, я не могу тебе сказать. Но про монтажер, грубо говоря, если у нас там длится час, час материала про монтажер смотрит на перемотки на 2x минимум потому что смотреть на 1x это бесполезно плюс также мы можем отслеживать на в формах то есть когда у нас идет звуковая волна мы примерно понимаем там м хм пустоты никто ничего не говорит какие-то такие вот паузы можно без проблем вырезать и на монтаж такого там проекта уйдет ну 30 минут грубо говоря 40 минут если нужно отсматривать но это опять же если нужно подключать монтаж так автоматически чтобы это сделать увы я не могу тебе сказать касательно звука как его улучшить я на самом деле рекомендую если у людей нет разных возможностей то есть просто пробовать то что есть на самом деле потому что есть ноутбук есть та же там условно airpods и есть другие вообще рандомные наушники которые подключаются по мини джеку то есть банально перед записью попробовать как вот как оно звучит то есть что звучит лучше всего то и берем в использование плюс можно конечно попробовать на монтаже потом улучшить звук но я не рекомендую потому что ну зум вообще фигово звук записывает давайте начнем с этого зум плохо записывает как видео так аудио и тут правь не правь вы будет все очень очень грустно поэтому к несчастью ну то есть если нет никаких устройств просто пробовать то что то что есть под рукой вдруг какое-то решение найдется потому что на самом деле если мы берем какие-то андроидовские уши беспроводные они почему-то все записывают плохо ну то есть у них у всех аудио почему-то прям супер 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 плохое то есть самый какой-то оптимальный вариант это airpods и плюс если сейчас новый mac os можно подключать iphone по беспроводу но я точно не знаю там звук передается или нет потому что микрофон на самом деле в айфоне он очень качественный ну прям реально очень хороший многие ролики многие ритм которые записывали они записываются с айфона без доп микрофона вот дальше запись обработка голоса дайте мне секунду вот запись обработка голоса можно пойти через бесплатный формат это у нас бесплатно программа audacity я ее использую для записи подкастов как бы она простая она стрёмненькая но как бы свою задачу выполняет если пойти через про приложение это adobe audition но что еще рекомендую можно идти через монтажки видео потому что очень много всех плагинов которые есть том же adobe audition они есть в платных программах для видеомонтажа даже в бесплатных тоже есть поэтому если мы примонтируете видео с аудио нет смысла закидывать аудиодорожку туда в одно приложение как что-то переделывать что-то крутить экспортировать там синхронизировать нет смысла потому что в видеомонтажки уже эти плагины они в целом есть большом объеме вот поэтому рекомендую если не пробовали краски davinci resolve это бесплатное приложение которое можно использовать скачать и там как бы базовый тариф но она вообще бесплатная то есть есть davinci resolve studio она стоит там 300 300 долларов вот это уже про 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 программы про программы про программы вот и про как бы сказать бэкграунд музыку для видео есть первое это самое важно если мы используем youtube на youtube и очень строгий копирайт то есть если мы идем и загружаем какой-то там сейчас хочу выложить видосик с музыкой экономическим дрейком и вообще с каким популярной музыкой которые есть на площадках увы копирайт задушит то есть есть такая история поэтому мы должны искать бэкграунд музыку специально которая без копирайта мы можем зайти в тот же вконтакте просто вбить в группы есть группы музыка без авторских прав музыка без ap открываются паблики и оттуда просто скачиваете треки через плагины можно скачать без проблем треки из вк и использовать их у меня на самом деле скоплена очень огромная библиотека музыки которые я использую до сих пор который я собирался он три там четыре года назад вот а плюс также можно пойти также на тот же youtube и на ю тубе на ю тубе в гугле также вбить а условно музыка вязал копирайт так свет пожалуйста можно поспокойнее дальше как продвигаю к контент как раз кучу два файлика это на самом деле не сложно но придется до история такая поэтому давайте сейчас мы немножко подождем мишу я надеюсь то что правда меня хорошо слышно и о рекординг и прогресс миша к нам вернулся миша красавчик придется теперь видео это монтировать тебе да все если все отлично да давайте давайте двигаться дальше возвращаемся к продвижению про youtube youtube ролики очень сложно толкать через другие площадки вот реально я пробовал так толкать ролики я покупал краски пассивные то есть типа публикация моего ролика в теле в вк постах типа вот связка первые другие площадки очень сильно душат потому что например тот же вк например добавляет свой плеер и показывает этот ролик через свой плеер и в итоге у тебя не считается просмотр у тебя не засчитывается статистика ничего не происходит и в итоге ты условно теряешь подписчика потому что он банально даже не можно тебя спокойно нормально подписаться потому что нужно делать какие-то очень странные телодвижения поэтому например youtube ролики продвигать через какие-то блоги через паблики очень сложно и бесполезно как как мне кажется если можно продвигать только если у вас есть какие-то прям смежные каналы под вашей тематике где вас знают и вот вы туда зашли и нормально то есть и там как бы понимаем то что люди перейдут люди перейдут они не они останутся поэтому условно на раскручивать видео очень сложно с позиции то есть как вот набрать их платно весом берем краски youtube у youtube очень хорошо на самом деле работает история с продвижением с воронками с рекомендациями потому что нам нужно понимать то что youtube работает через алгоритмы и нам по факту важно сделать так чтобы первые условно два элемента которые человек видит он они его зацепили первое это наша превьюшка то есть вот краски можно увидеть это наша превьюшка краски вот несколько каналов это превьюшка еще раз превьюшка и название которое человек видит но это оно не должно быть слишком длинным слишком коротким слишком каким-то непонятным завуалированным так чтобы человек связал картинку и текст и он захотел на это нажать потому что вот например статистика которая есть в youtube аналитики она видите делается в виде воронки вот impressions это краски контент который youtube показывает на разных в разных местах в рекомендациях когда мы заходим в поиск когда мы смотрим другой другой ролик справа когда мы заходим на главную то есть он нас сам продвигает и зависимости от того как часто на нас нажимают то есть есть вот click through рейд так называемый это процентное соотношение как много на вас нажимает нажимает на вашу превьюшку нажимает на вас ролик нажимает короче открывает когда ваш ролик то есть условно там 76 7 процентов это прям супер много если там 3 процента это прям если 10 то ты прям король ютуба можно так сказать потому что если среди всех роликов на вас нажимают там каждый десятый человек на вас нажимает среди огромного количества роликов то типа ты крутой ты крутой и вот если уже вот эта история срабатывает дальше у нас следующая есть статистика следующая метрика это average view duration это среднее время просмотра в минутах а то есть как много посмотрели наш ролик то есть если у нас ролик длин там 10 минут его посмотрела там две минуты условно это плохой результат если вы посмотрели там 80 80 процентов 8 минут то это прям супер хороший результат потому что задача ютуба держать человека как можно дольше на площадке то есть если он с этой площадке не уходит значит контент крутой значит этот контент мы пушим пушим дальше на другие рекомендации это один из вариантов почему например условно ролики там того же дудя бэд комедия на редакции которые там два три часа они собирают много просмотров потому что это для супер ценный контент для ютуба с позиции то что камон если автор делает трехчасовой фильм который люди смотрят и они остаются на протяжении трех часов либо потом еще пересматривают через там год через два пересматривают то это супер крутой контент мы его будем дальше рекламировать бесплатно на площадке вот но это один из вариантов один из методов можно пойти например через рекомендации в на том же ютубе то есть наши ролики показываются можно пойти например через историю поисковых запросов то есть у меня например несколько роликов они набрали большое количество просмотров тупо из-за того что они были настроены под поисковики то есть это какие-то туториалы как решить такую проблему там 10 игр на маке на м1 то есть вот такие вот истории которые люди будут искать то есть макбук ревью iphone ревью там вообще любые истории которые поисковые то есть вот можно посмотреть за последние 28 дней у меня больше количество это с шортсов да второе это открытки поисковики то есть у меня просмотры идут через поисковики youtube условно больше показывает люди это ищут и они находят ответ и они выбирают мой ролик среди других роликов при поиске например вот такая вот история вот это несколько просто аккаунтов что можно в разных нишах сделать разных нишах придумать вот но это вот самые самые первые два важных шага перед вообще съемкой ролика нужно понимать а вообще какая будет превьюшка и какое будет название вот дальше про это у нас вернемся к вопросу про платную рекламу вот я сейчас краски тестирую инвайтинг то есть у меня история с инвайтингом людей там есть несколько разных воронок мы можем сделать чат и в него заинвайтить людей и там уже их прогревать продавать выводить на какое-то целевое действие мы можем например сделать историю с рассылкой то есть мы например отсылаем там тысячу сообщений 2 3 5 10 тысяч сообщений в личку людям которые мы там собираем то есть делается парсинг по чатам или по другим каналам и делать рассылка это стоит не супер дорого и это все очень такие непонятные бизнес эксперименты потому что что-то может сработать а что-то может не сработать потому что очень много таких факторов то что например вы покупаете рассылку у чувака а он например неправильно делает эту рассылку и сообщение которое доходит до людей они банятся то есть банятся аккаунт с которых отправляется это сообщение и сообщение не долетает до человека а условно с вас деньги забрали и условно сама рассылка была произведена то есть это все спам это плохо к несчастью но сейчас если мы берем телеграм вот спам рассылки вот такие спам инвайтинги можно так сказать это один из активных методов привлечения трафика и быстрых каких-то запусков быстрых каких-то продаж тот сервис которого телега in и вот тг стат это условно если хотим размещаться и брать какую-то то есть мы вот у нас есть какой-то целевой аккаунт целевой канал в котором это мы рассказываем про айтишку и мы хотим сделать рекламу в этом канале и мы заходим вот на телегу in там краски база каналов либо заходим в тг стат тоже там можно очень очень большие там факторы аналитики что как выбрать какой канал по каким метрикам и мы там размещаемся и вот этот вариант да он более экологичный но это уже долгоиграющая история то есть это мы через контент будем продавать прогревать и дальше уже то есть как бы если на может быть быстрый запуск быстрый какой-то старт где нет привязки к личному бренду грубо говорили комнату распиаренному или не распиаренному каналу то мы делаем зоны рассылки инвайтинг то есть работает переменно я сам сейчас тестирую да мне тоже это не очень нравится но это это кстати стоит не спроса не очень дорог то есть условно рассылка сейчас делается в телеграме два рубля сообщения два с половиной рубля сообщения то есть зависимости от объема будут разные прайс разные ценники инвайтинг примерно столько же инвайтинг даже иногда бывает дешевле потому что ну почему-то инвайтить людей дешевле потому что так аккаунты грубо говоря не блочится ну либо блочится но не так сильно вот поэтому нужно еще просто найти грамотного рассылщика на самом на самом-то деле вот окей дальше этому кстати только на мифах господи мы уже 40 минут только на миф давайте я буду немножко ускоряться третий миф то что и так дофига каналов что я буду рассказывать если вы так думаете то вы обесцениваете себя обесцениваете свою личность и считаете то что блин что я так уникального принесу в этот мир не надо пожалуйста так думать есть компоненты бренда история ценности ассоциации не буду супер долго секунду не буду супер долго про этом говорить ключевое что вам нужно понять это позиционирование то есть я почему это выделил жирным цветом что мы решаем для кого каким продуктом что вот то есть я например опять же как вот сейчас вот я расскажу покажу чем это части других я вот 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 то что я вот это вот рассказал вот это это краски моя уникальность вот эти все 12 слайдов это моя уникальность и как почему я отделяюсь от других и поэтому вы такой один у вас свой опыт у вас свой экспириент свой бэкграунд свои навыки свои скиллы свои ценности свое мышление и поэтому вы уже отделяетесь от всех поэтому не нужно просто думать то что вы такой скучный банальный и неинтересный вам не о чем рассказать вот опять же компоненты бренда ключевое это позиционирование то есть у меня целевая аудитория это эксперты наставники кто зарабатывает уже через соцсети ключевое я помогаю им с помощью вот мой продукт я помогаю им закрывать боль создания контента ну и развития блога это вот мое позиционирование вот дальше вот эти вот компоненты бренда они также играют для создания системы создания фундамента чтобы мы понимали куда мы движемся и какой контент постить пик получается что мое отличие от всех это просто опыт в каком-то плане да и это нормально ну то есть реально то есть чем я отличаюсь почему вы слышите сейчас меня они слышите других людей потому что я говорю про вот это вот так из того что у меня есть какой-то вот такой вот бэкграунд и кстати еще быстро сейчас быстро-быстро скажу то что вот здесь в своих там 12 слайдах которые я рассказал которые я показал я уже часть вот этих вопросов закрыл и за полминуты полминуты вы уже поняли кто я что за мной стоит какой бэкграунд какой опыт и чем я отличаюсь от других такая вот история вот краски про путеводную звезду долго не буду опять же разговаривать что мы это создаем создаем систему понимаем кто мы для кого и из-за этого нам будет как творить контент проще у нас будет какая-то мысль и мы будем знать как ее оформить под наш блог или подходит эта мысль или не подходит как минимум вот про вопросы давайте не будем останавливаться что я супер-супер быстро нужно пробегать дальше на какой площадке запускаться есть разные форматы много разговаривали уже про youtube про видео но опять же есть другие форматы и я буду про них тоже говорить первое видео это самый сложный формат кто бы что ни говорил видео рилсы шортсы stories тик токи самый сложный формат потому что видео собирает себе все компоненты которые есть звук как мы как мы говорим как мы себя показываем о чем мы говорим это формат текста то есть очень много вещей визуал можно супер глубоко уходить поэтому я вам говорю то что видео самый сложный формат длинные ролики на ютубе это сложно реально сложно вот фото сейчас и фотки не нужны в общем и целом если мы берем инстаграм фотки не нужны сейчас короткий контент то что то что нужно всем дальше текст самый легкий формат то есть телеграм если мы запускаем телеграм-канал движемся туда самое простое что можно запускать и подкаст это тоже один из легких форматов но он нишевой с позиции того то что рынок просто маленький нишевой формат то есть аудитория просто аудитория этого жанра очень низкая то есть это там несколько там миллионов может 10 там 15 20 миллионов на русском языке мы говорим с учетом того что там 30 и 300 миллионов человек там русскоязычных 10 миллионов это ну это мало то очень мало вот и что нам нужно для запуска если мы берем видео опять же бюджет для запуска от 500 до бесконечности как мы говорили то что можно запускать очень покупать очень много аппаратуры но не обязательно то есть для базы вам хватит опять же смартфона купить дополнительный звук и купить какой-нибудь светильник этого для базы будет достаточно программы бесплатные есть фотошопы can как там даже канва есть бесплатные краски методы бесплатные программы этого будет достаточно для того чтобы запуститься ключевая сложность то что требуется очень много навыков сложность про постоянство и работа в долгу это будет во всех жанрах то есть в тексте и подкасте это будет везде но видео опять же то что я уже сказал то что самый сложный формат он затрачивает требуется гораздо больше скиллов для того чтобы хотя бы одно видео сделать дальше текст текст вообще не требует ничего то есть по факту если у вас есть смартфон вы уже можете делать хоть что-то блок телеграме же жешечку и как как старые добрые какой-нибудь там паблик в телеге и либо паблик паблик в телеге там vk например либо те же опять же посты в инсте можно сделать помощью текста требуется факту заметки но если мы берем словно тот же телеграм вопрос про трафик потому что там трафика нет такого органического алгоритмического в телеграме нет то есть нам нужно решать вопрос как мы будем людей при пригонять то есть это либо другие каналы либо личное общение либо другие площадки то есть мы должны агрегировать с других каких-то мест нашу аудиторию вот ну и подкаст принципе что требуется это микрофоны монтажка и дизайн для первого для обложки нашего подкаста все больше ничего не нужно но из-за того что это самый нишевый формат вопрос монетизации привлечения трафика стоит очень остро многие подкасты не выживают потому что они не выходят на точку самоокупаемости то есть окей у нас хоть и за расходов не так уж и много но банально нет рекламодателей которые могут что-то у нас купить да есть условно комитом либо либо а или еще какие-нибудь там студии по которые делают подкасты но я считаю то что это больше как исключение и опять же это уже больше про бизнес и это условно такое типа ремесленичество то что мы будем для других делать для других делать подкасты например там типа для сбермаркета какой-нибудь там для сбер аптеки грубо говоря то есть тоже немножко опять же про другое это не про личный бренд не про личный блок а уже про какой-то коммерческий блок вот поэтому level easy telegram и подкасты level medium это короткие видео которые сейчас можно делать как youtube shorts тик ток и instagram рилс можно на всех трех площадках выкладываться ориентироваться на какую-то одну но выкладывать на все допустимо нормально без проблем работает самый тяжелый это опять же видео полноценные на ю тубе все если вы так думаете то что youtube запускать просто в целом да но чтобы делать много качественно и постоянно развиваться требуется много много сил вот если это вопросы сейчас есть давайте быстренько на них я отвечу и побежим дальше в 3 3 блок потому что ну на самом деле вопрос про выбор площадки у многих людей стоит типа хочется и то и то и то но кажется то что ну лучше остановиться хотя бы на чем-то одном так вопросов о один вопрос как выбрать площадку под конкретный контент то есть все зависит еще от того какой конкретный контент мы хотим делать то есть если нам проще писать тексты и нам комфортно находиться в текстах мы будем делать telegram площадку то есть это в целом достаточно банально потому что многие не комфортно появляться перед камерой разговаривать на камеру но мы можем делать такой же контент когда например мы будем использовать stock footage то есть видео бесплатных бирж бирж видео грубо говоря и просто закадровый какой-то голос либо тот же робо голос который есть google переводчики то есть просто нажимать записывать и это использовать то есть здесь зависит еще от индивидуальное предпочтение человека я считаю то что надо ну выбирать то что комфортно то есть пересиливать себя выходить из зоны комфорта да можно но это очень большая работа над собой если мы не хотим делать эту большую работу над собой то идем туда где проще всего самое простое как я уже сказал это тексты либо подкаст типа озвучивать свои мысли вроде бы кажется несложно но когда уже заходит разговор то что нужно делать постоянно делать по выпуску в неделю например или там выпуск раз в две недели плюс какую-то систематику именно в плане контента в плане идей в плане тем которые обсуждаются в плане привлечения гостей уже оказывается что это сложнее чем просто делать подкастик грубо говоря вот двигаем дальше системный контент третий блок наша самая главная задача сейчас здесь будет вопросик из клуба что делать если есть дофига контента но обрабатывает его нет мотивации и он просто лежит когда у нас много контента это на самом деле очень хорошо потому что уж наша самая главная задача это сделать вот так то есть мы должны превратиться в ленивца который просто делает control c control v контент постится и мы расслабляемся и ничего не делаем продажи сами идут то есть это конечно супер идеальный какой-то вариант когда все самой-самой делается но того чтобы такое происходило нам нужна система нам нужно делать контент системно и для этого подходит самый идеальный метод самая идеальная система метод точнее работы это канбан доска наверняка многие знакомы трела хасана ноушен рабочие ваши там доски скорее всего идут через через этот канбан и у нас одна единица контента это один стикер то есть вот как у нас краски на фоточке показано дальше что для этого требуется то есть для того чтобы сделать канбан доску я рекомендую использовать ноушен наверняка многие знают мы здесь все такие супер крутые супер прогрессивные супер айтишники кроме меня в общем-то но вот история про ноушен это самое самый как бы оптимальный инструмент которого хватит для того чтобы закрыть все задачи по контенту ну если не брать условно там съемку монтаж понятное дело для этого требуются другие программы но собирать все воедино это ноушен все вот вот точка больше других программ искать не надо у меня вся програм вся вся работа делается в ноушене у меня что youtube что телеграм что инстаграм идут через ноушен и вся дополнительная база связана с продажами с программами с офферами с описанием продуктов все идет ноушене такая вот история и жаль здесь нет 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 стикера стилеги ноушен не знаю нет нет стикера стилеги ноушен непонятно немножко вот я краски почему ноушен ну как бы я уже сказал я в принципе задрот в каком-то плане я всю свою жизнь систематизировал и перенес краски в ноушен это немножко старая картинка не старая скрин сейчас немножко больше стало и на самом деле многие вот краски блогеры предприниматели за рубежом используют ноушен поэтому ну опять же объяснять наверное вам это не супер не супер нужно не супер важно потому что вы так это понимаете вот потому что у нас есть как вот наша база состоит из страниц мы в этой странице указываем все что нужно мы можем этот эти страницы показывать формате списка опять же с показом важных каких-то ключевых характеристик название ролика номер этого ролика то есть опять же для монтажера это будет супер полезно сам статус в каком формате у нас находится точно нужно либо отснять либо написать сценарий либо смонтировать либо выложить этот ролик тоже как вот отдельный статус краски формате канбандерский что у нас следующее то есть ноушен реально закрывает с позиции вот когда мы просто открываем эту страничку и такие ага у меня три ролика на монтаже идем делать этот монтаж нам не нужно думать то есть мы должны понимать то что создание контента это огромное количество рутинных процессов рутинные процессы нужно автоматизировать их нужно систематизировать и не думать то есть вот реально то есть большая проблема в создании контента то что мы слишком много дума о что делать дальше когда есть такая система это супер удобно ну и плюс опять же ноушен формате календаря тоже очень удобно с позиции планирования контента когда мы открываем просто в нужный день нашу дату базу смотрим окей сегодня мы укладываем вот этот конкретный ролик он уже загружен он уже опубликован не опубликован он уже загружен обработан то есть условно если про youtube говорит там превьюшка добавлена текст нужно добавлен субтитры добавленные там закрывающие окошки все просто нажимаем опубликовать и и не думаем либо вообще мы можем просто настроить выкладку всех роликов заранее на том же ютубе и просто распланировать график публикации даже 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 ноушен открывать не нужно ролики бы сами публиковаться у меня сейчас так работает то что у меня youtube шорты они будут выгружаться автоматически до 16 декабря хотя я загружал последний раз в начале ноября то есть вот краски полтора месяца контента но я вообще разгрузил свою задачу то что надо что-то постить на youtube полтора месяца контент будет поститься сам просто потому что вот вот банально есть вот эта вот система вот вопрос дальше про сценарий шаблон который у нас есть для роликов зависит от типа контента если мы берем условно тот же youtube я рекомендую делать условно вот как у меня есть с каким-то чек-листом то есть есть вот у нас production publishing чек-лист то есть мы его открываем и там какой-то определенный список задач которые нужно делать обязательно ну к несчастью обязательно их нужно сделать вот они ну максимально простые но нужно все равно это трекать вот а это для youtube роликов если мы берем какие-то ролики или даже вот текста какой-то формат где можно просто растекаться мысли по древу можно пойти с позиции писать полностью сценарий по буквам то есть вот реально и озвучивать только вот этот вот сценарий можно вообще написать одно слово из этого там слова сделать целый там ролик или целый выпуск подкаста а или например просто через bullet point и заходить то есть я например многие ролики у меня часть роликов когда я начинал на английском делать я полностью расписывал прям вот детально потому что ну было сложно говорить импровизировать на камеру потом я начал сокращать ужимать некоторые ролики я вообще записывал просто с помощью bullet point of то есть там пять пять шагов условно кратко написано и все и из этого условно получается 10 минут на ролик но это опять же для этого нужен скилл то есть нужно понимать свой свой скил как вообще говорить на камеру как разговариваете много ли вы можете рассказать или будете говорить сухо то есть тоже индивидуальный такой такой момент вот и что еще ну в принципе да такая вот история ну и дополнительные лайфхаки которые в принципе тоже можете сохранить и использовать это с позиции того чтобы делать много контента то есть если у вас есть какая-то мысль вы хотите ее озвучить вот вот даже она самая тупая пусть она странная пусть она какая-то вообще типа чего вообще зачем зачем как я вообще к этой мысли пришел пишем обязательно пишем потому что мысль мы потеряем и мы к ней потом никогда не вернемся если мы ее записали мы к ней уже можем вернуться и либо ее переписать развить рассказать по-другому ну короче мы используем вот любой контент который мы производим как бы у меня такая позиция тоже в телеграме своим рассказывал любой чих это уже контент мы чихнули мы уже провели какой-то контент вот я краски сейчас провожу это ама я потом из этого например сделаю пост в своем телеграме или например я вот сделал эту презентацию часть этой презентации я потом раздербаню на кусочки и сделаю из них рилсы по-моему идеально то есть любая история то есть любой какое-то экспертное действие которое вы делаете вы его можете превратить контент у вас что-то не получилось это уже контент у вас что-то получилось это тоже контент типа вы там потратили миллион денег на аппаратуру которая вам не пригодилась это тоже контент используйте классно же вот дальше типа можно также подробно расписывать содержание идей то есть ну приходит какая-то мысль такие ну давайте хоть примерно как-нибудь ее расписать то есть условно там какой-то такой кадр либо такая идея где мы там рассказываем про пять там вариантов монтажа или курс, где я там на примере вот этого ролика, ну, сделаю подробный какой-то там детальный ролик, то есть хотя бы немножко какую-то огранку приводим, чтобы потом будущий ты такой не открывал эту статью. Что я написал вообще? Типа какой-то больной старый непонятный человек это писал. Бред сумасшедшего какой-то. То есть хотя бы небольшую форму для будущего себя, ну, то есть уважайте будущего себя, который должен потом из этого что-то сделать. Ну, не должен, конечно, но может потенциально что-то из этого сделать. Вот. Плюс самое банальное, это делаем контент пачками, то есть, опять же, мы делаем много контента, как я уже сказал, и тратим, например, выделяем один день в неделю на создание контента, создание и обработку этого контента. То есть я, например, делаю 10 рилз за три часа. Ну, то есть 10 роликов, которые я буду выкладывать две следующие недели, я делаю за три часа. По-моему, это очень хороший результат. Если бы я все эти процессы разбивал бы на разные дни, пытался такой, блин, надо сейчас посидеть над этими рилзами подумать. Зачем? Не хочу страдания больше, опять же, энергии. Я потрачу на убеждение себя, то, что нужно сейчас сесть и сделать эти рилзы, грубо говоря. Поэтому лучше какие-то истории, ну, такие истории, то есть создавать контент пачками. Суперкрутой способ, который почему-то многие не используют. Такая вот история. Дальше. Если мы уже, у нас есть какой-то блог, у нас есть какие-то контент, который мы попостили, много думать не надо. То есть мы такие, что у нас работало в прошлом? Открываем нашу статистику, открываем прошлые посты, такие, о, вот этот текст сработал хорошо. Берем его, Ctrl-C, Ctrl-V, переписываем, может быть, немножко, адаптируем под современные реалии, выпускаем. То есть много, опять же, работать не нужно. Я считаю то, что, ну, опять же, контента много в нашем мире, и большая часть контента это Ctrl-C, Ctrl-V. То есть мы там что-то чуть-чуть переписали, мы взяли какую-то мысль из интернета, из книжки, из другого блога, из условно этого выступления, что-то как-то адаптировали, вот контент готов. То есть мы все равно используем другие мысли до создания своих собственных мыслей. Поэтому зачем нам выдумывать еще больше новых мыслей, которые все равно будут в любом случае основаны на каких-то других мыслях, грубо говоря. Очень немножко так абстрактно сложно объяснил, но, надеюсь, немножко стало понятно. Вот. Дальше. Ну и максимально облегчаем процесс творчества. То есть есть история про бутылочные горлышки, это так называют. То есть у нас есть какая-то производительность и есть какие-то моменты, которые, ну вот, нас сдерживают. То есть мы не можем сделать что-то крутое, суперклассное, что-то полезное, что-то нас тормозит. Какое-то такое действие ключевое, которое нас не пускает дальше. У меня, например, это история, когда я такой, я сделал ролик, я хочу его запостить, но мне так впадло этот там типа информацию обрабатывать. То есть мне впадло заходить, создавать черновик, писать туда текст. А, ужасно. Вот это мое бутылочное горлышко. То есть оптимизация, то есть предварительная, то есть финальная выкладка этого ролика, подготовка, финальная подготовка к выкладке ролика для меня супертяжелая. Вот для меня, для человека, который 9 лет делает контент, это самый сложный процесс, который есть сейчас. И как я его делаю? Я, опять же, облегчаю. Я такой, давай, сейчас мы 10 минут посидим, сделаем 3 ролика, и все. И потом зато, ну, мы от себя отстанем, и мы не будем себя корить за то, что надо сидеть, опять же, обрабатывать этот контент. Нет, максимально облегчаем. И это больше, вот, создание контента, оно в каком-то плане про понимание и принятие себя. То есть на что мы способны, о чем мы можем говорить, о чем нам страшно говорить, как мы вообще себя показываем, уверены ли мы себя показываем. То есть в каком-то плане создание собственного блога – это про понимание себя. Причем не просто понимание, а глубинное понимание себя, на что мы вообще способны. И, по-моему, это супер такой способ, ну, как бы самоанализа. То есть без траты миллионов денег, миллионов рублей и долларов на психологов или там коучей, которые будут задавать им какие-то вопросы. Мы сами задаем себе эти вопросы и отвечаем на них через собственный контент. Так, сейчас что у нас в чате? Первый контент, который ты делал, не по внешнему запросу, судя по слайдам, игровые обзоры. Насколько хватило запалах следовать этой идее, потом это вытеснилось другой идеей? Смотри, вот у меня история, вот, кстати, про... В комментариях мне писали... Вот, кстати, сейчас, давайте, вот, шаблон можете забрать, можете сделать скрин и забрать. Про контент, то есть почему у меня, например, сейчас, если мы открываем мой телеграм-канал, там, условно, 50 подписчиков, или открываем инстаграм, там 50 подписчиков, хотя у меня 9 лет опыта, потому что я каждые полтора, два, три года перезагружался полностью, то есть у меня не то, что не хватало запала на то, чтобы делать долго, я... Из-за того, что я, условно, развивался, я был в школе, потом в университете, очень большое количество новых вещей, новых тем, новых интересов, и старая тема, старый блок, условно, у меня был, получается, канал про летсплеи, то есть я был летсплейчиком и записывал свои летсплеи. Я такой, ну, я уже больше, чем летсплеи, я, условно, я готов на большее, я пойду в игровую журналистику, я писал статьи, такие обзоры полноценные, какие-то превьюшки, топы составлял, условно, потому что я такой, ну, я больше, чем летсплеи, я пошел в игровую журналистику, там я поварился полтора-два года, поработал на Copland, где дело там, и такой, ну, я вроде уже больше, чем и игровой журналист, уже тем более я подустал от этого, давай пойду в стриминг, давай пойду в подкаст. И вот оно вот, я вот условно каждые там полтора, два, три года перезагружался, и это нормально, это адекватно, потому что, ну, условно, врать себе и делать тот же контент, который интересен тебе, только десятилетнему, ну, то есть 10 лет назад тебе был интересен контент, условно, про столы, но сейчас тебе про столы неинтересно ни читать, ни думать, ни рассказывать, тем более не строить на этом блок, то зачем? Зачем себя мучить и надевать старого себя на новую шкуру, ну, то есть на нового себя? То есть нет смысла, и поэтому, условно, сейчас, опять же, я постоянно начинаю с нуля, и мне это комфортно. Ну, то есть, да, это проблема с позицией, то, что я выкидываю, условно, свои прошлые активы в мусорку, максимально их сжигая, ну, как бы это такой мой путь. То есть сейчас я вот пришел к позиции, то, что год назад я был про технологии, саморазвитие и про креативность. Сейчас я такой, технологии, саморазвитие, зачем? Ну, то есть зачем я на себя надевал еще больше вещей, когда они все равно даже не приводят к результату? Сейчас я такой, все, я буду про контент, я буду про заработок. Это в целом достаточно широкая ниша, и не нужно прям супер, ну, как бы, я думаю, то, что это со мной надолго, то, что я буду рассказывать про контент, мне это интересно, выступать, презентации, про заработки, я на этом тоже зарабатываю. То есть, ну, по-моему, идеальный мэч. И это не супер узкая ниша, то есть это не только про контент в Ютубе полноценном большом. Мне тогда было бы скучно. Ну, и это не супер такая широкая тема, ну, когда это прям, ну, необъятная ниша, которая, когда ты, есть мысль сейчас, она очень просто такая своеобразная, когда ты делаешь контент для всех, то ты не для кого по итогу. То есть, когда ты делаешь контент для любой, для всей целевой аудитории, то есть вот абсолютно все люди в мире, то что это за контент будет? То есть это будет какая-то аморфная непонятная жижа, которая ни для кого в итоге, ну, не подойдет, и она никому не запомнится. Вот такая вот история. Под разные темы для разной аудитории нужно создавать разные каналы. Я считаю то, что если они очень, они тесно взаимосвязаны между собой, то есть условно рассказывать про несколько каких-то таких больших тем, если тебе это нравится, это нормально. То есть, например, есть история, вот, например, на Ютубе это, кстати, очень хорошо, на западном Ютубе это очень хорошо видно, то есть есть ребята, которые на самом деле, как это сказать, идеальный ютубер для, то есть идеальный твой друг, то есть он такой. Есть, например, вот, берем нишу фотографий, которой я раньше увлекался, есть, например, там Питер Макинон, какой-нибудь, кто еще там, короче, Питер Макинон, Питер Лингрен и какой-то еще там фотограф, ну, тоже там какой-то канадский. Вот они условно разговаривают про фотографию, разговаривают про камеры, разговаривают про техники монтажа, но они вокруг себя сложили разные контексты. Одному интересно, условно, кататься на байках в грязи, и он такой, типа, я труп чувак, такой, типа, мужик без напилой, грубо говоря. Другой это чувак, который будет максимально такой, мне еще Apple интересно, я буду про Apple рассказывать, вот про приложеньки, которые есть, вот я потестил новый iPhone, вот мои мысли. Третий будет про другой рассказывать, хотя у них ниша одинаковая. И поэтому я считаю то, что нужно, ну, типа, создавать разные каналы для абсолютно разных ниш, для разных аудиторий. Особо нет смысла, потому что в каком-то плане ты тогда разорвешься и в итоге сломаешься. То есть реально нет смысла, если это прям совсем кардинально разные истории. Ну, то есть одно дело, это там, сейчас, как точно сказать, если ты зарабатываешь на своем личном блоге, который посвящен какой-то одной теме, но вокруг этого есть какие-то другие ниши, другие темы, которые потенциально, может быть, твоей аудитории интересны, это хорошо. То есть это показывает тебя с позиции то, что ты не просто сухая доска, такая, типа, статья из Википедии, которая рассказывает только про то, как делать контент, вот, если брать меня. Такой, нет, мне там интересно, вот, условно, там, про, там, медитации, про саморазвитие, про какие-то творчества, какие-то, там, технологии. То есть это дает глубины твоему блогу, дает глубины, то есть когда человек заходит, случайный человек, он видит то, что это живой человек, а не Википедия, как я уже об этом сказал. Вот, еще какие-то вопросы, если есть, и будем потихоньку закругляться, потому что, ну, с официальной частью я час десять отстрелялся. Сразу могу сказать то, что если тебе больше про контент и блог, как раз таки хочется вообще запустить свой канал, то я провожу бесплатные разборы для всех людей, кто смотрит вот сейчас, кто смотрит записи. Вы можете мне написать, типа, йоу, я был в Астрикамо, я вот, у меня такой-то запрос, давай, условно, созвонимся, и 15, 20, 30 минут бесплатный разбор для каждого, кто участвует в этом АМО, потому что много вопросов у людей возникает, вот, вот, банально сейчас, как раз таки куча вопросов, и если какой-то просто детальный, глубинный запрос, я на него без проблем спокойно отвечу. Вот, поэтому, если что, пишите мне в личку, и если, опять же, про контент и заработок, то есть телеграм-канал, в котором я об этом рассказываю. Вот, тоже, я думаю, что много будет полезной информации для вас, тем более много людей. Так, давайте будем прыгать про, прыгать к вопросам, сейчас я тоже водички попью, и, в целом, как бы основная часть закончена. Миша, можно тебе слово на секунду? Да, конечно, ну, спасибо большое, мне кажется, очень много информации, это можно будет пересматривать потом, и когда кто-то в следующий раз будет создавать свой YouTube-канал, вот, прямо следовать по шагам. Не только YouTube-канал, но и Telegram, ну, вообще, просто много-много-много, да, комплексной информации, такой глубинной, грубо говоря, фундаментальной. Да, классно. Если у кого-то есть вопросы, вы можете поднимать руки и задавать их прям голосом. Так, и давай, пока сейчас люди еще немножко думают, я отвечу на твой вопрос, который, как раз таки, как мотивировать себя на создание контента, если не зарабатываешь на нем, и не получается привлекать большое количество подписчиков. Другими словами, продаваться ли, вводя более популярные темы, чтобы набирать подписки, рекламу, реакции, покупать рекламу, или, смотри, вопрос такой, какая цель вообще от блога? То есть, вот давай, на тебе как раз таки сделаем небольшой разбор. Какая у тебя цель от твоего блога? Получить дофаминчик от лайков. Получить дофаминчик от лайков. То есть, у тебя, условно, это потешить свое эго, покайфовать то, что ты такой прикольный, и тебя смотрят, и ты такой, кайф, обожаю, люблю себя, да, любят все меня, и я люблю себя. Это нормальная история в целом, потому что многим людям и не нужно зарабатывать на своем блоге, ну, это им не нужно. То есть, вся вот эта вот бизнес-схема, о которой я сейчас говорю, типа, это усложнение и так такого процесса, который, как бы, человеку не нужен. То есть, у тебя там, например, хорошая работа, зачем тебе еще дополнительно зарабатывать? Бесполезно, грубо говоря. Это можно сделать просто в формате такого, знаешь, блога, который будет немножко... То есть, есть все равно много личных блогов, которые интересны сами по себе. И в целом, ну, по крайней мере, раньше я подписывался на многих чуваков, которые вообще не из моей ниши, не из моей сферы. Ну, там чувак, например, рассказывает про финансы, и раз в месяц публикует свои отчеты, и я такой, блин, прикольно, подпишусь на него. Там чувак, который рассказывает про ранний выход на пенсию через концепцию Fire, такой, о, прикольно, подпишусь. Да, может быть, я не супермного интересного, ну, как бы, он мне, как бы, интересен, но не сильно, грубо говоря, но все равно я на него подписался. Можно, условно, закупить рекламу, потому что, опять же, если это канал в Телеграме, канал в Телеграме, но у него нет органического роста. То есть, ему нужно приводить людей, вот, как раз-таки, с помощью, там, презентации, с помощью слайда, с помощью дополнительных, ну, то есть, нетворкингов, например. То есть, увы, так оно работает. Можно пригонять свежую кровь, ну, это, и, как бы, это будет не очень дорого стоить. То есть, условно, если брать какие-нибудь небольшие паблики в том же Телеграме через телега.ин, который я показывал, там это будет стоить реклама, там, 500, 700, 800, 1000, 1200 рублей. Но, опять же, если, тогда тебе нужно понимать, а, вообще, на что ты их будешь вести. То есть, если ты будешь просто, типа, я прикольный чувак, но, как бы, это неинтересно. То есть, ты должен заходить с позиции то, что это будет потенциально интересно просто, ну, человеку. То есть, твоя, условно, целевая аудитория. Программисты, физики, айтишники другие, там, ну, надо просто думать. И уже из этого исходить, типа, закупаться. Ну, и закупаться можно, в принципе, по чуть-чуть. Продаваться и вводить более популярные темы. Но это классика. То есть, если мы, у нас есть, например, вот про YouTube-канал, самое простое, потому что там цифры легче сравнивать. Условно, если у нас будет, там, 10-минутный ролик про то, условно, 5 способов, как войти в IT, условно, типа, за 10 минут, сейчас вам расскажу, либо там один детальный способ, где-то пошаговый план, состоящий из тысячи миллионов шагов, который длится 3 часа. То есть, сам короткий простой ролик, более простая форма контента, соберет больше просмотров, потому что она более попсовая, более массовая. И это нормально. Ну, то есть, что короткий ролик, какой-то простой такой контент, который вот, ну, легкий для потребления, который, ну, типа, ты такой, ну, я получил информацию, но использовать я ее, конечно же, конечно же, не буду, грубо говоря. Хотя вот тот же там большой ролик, его в итоге так много и сильно, ну, и не посмотрят. И это нормально. То есть, тут нужно понимать то, что для какого-то, ну, для разных форм контента есть свои, кто, ранги, ну, как, не ранги, вилка, короче, просмотров, вилка, вот, потенциальный объем этой аудитории. Чем ты глубже, сильнее уходишь, закапываешься в дебре, тем сложнее найти будет аудиторию под эту тему, грубо говоря. Так, в чем феномен твиттерских? Люди не зарабатывают на твиттах, просто регулярно пишут, как со стороны кажется чепуху, получают кучу комментов, это создает определенный вайб. Вот про твиттер, на самом деле, я сам твиттер особо не понимаю, потому что я в твиттере и не сижу, то есть для меня создавать блог в твиттере, я вот, правда, его как будто не понимаю. То есть это как будто, если берем зарубежный, условно, твиттер, там как будто нужно постоянно отстреливать какой-то бомбический контент, который собирает прям реакции, собирает шеры, собирает комментарии. И я просто очень слабо вижу из этого прям полноценный бизнес, как вот на твиттере. То есть да, мы можем быть инфлюенсерами, можем быть какими-то там лидерами мнений, о чем-то там рассказывать, вкидывать, заходить каждый четверг в Нюцсо четверг и типа собирать свои просмотры, но блин, ну что-то непонятно. Вот я вот твиттер с позиции бизнес-площадки и вот реально не понимаю. Для какого-то обмена опыта, создания каких-то связей и потенциальный вывод на другие площадки, окей, нормально. Либо, условно, если у нас есть продукт, ну вот, например, есть этот канал, он есть и в Инстаграме, и на Ютубе Visualized Value, визуализированная ценность. У меня как раз-таки вот пост в Телеграме выходил последний про них, то есть у меня вот татуировка как раз-таки от этого чувака, который запостил картинку в условном твиттере. И я такой, ну вот, типа, твиттерский чувак вот так сильно повлиял на мою жизнь. Но, опять же, через твиттер можно продавать, но как будто это... Вот я по формату просто блогов, по формату ленты, я, правда, не понимаю, как твиттер устроен с позиции, типа, вот, реальная заработка на нем. С позиции, условно, приходить на какие-нибудь другие... Твиттере зарабатывает либо рекламой, либо через другие площадки. Вот да, мне тоже так кажется, что твиттер – это какая-то предаточная история для того, чтобы раскачать какой-то личный бренд и через него набрать больше знакомств, чтобы идти к чувакам на подкаст. Типа, вот, смотри, какой-то крутой твиттерский чувак пришел. Грубо говоря. То есть бизнес-стороны, я вот, правда, у меня очень-очень сложно. Так, можно что-нибудь про личный бренд, про то, что ты отличаешься своим опытом, но не все же интересно про тебя. Получается, надо искать что-то между... Что-то, что между интересным тебе и интересным другим. В целом, да, то есть мы должны понимать то, что если мы создаем личный бренд, создаем... Даже не то, что личный бренд, создаем блок, который на основе нашего там личного бренда, то есть на основе нашей личности, то мы должны понимать вот объем рынка. То есть если мы берем, условно, там есть лайфхаки про Инстаграм, есть куча каналов, которые там собирают, это большая тема, это большая ниша, где самый топовый чувак, самый популярный чувак, это Миша Грибов, русскоязычный, но у него англазичный аккаунт тоже есть, Инстакоуч Майк, можете посмотреть. У него миллион четыреста просмотров подписчиков, и его рейсы залетают, у него там очень большое количество просмотров, но его там очень мало, то есть его с позиции личности очень мало, потому что он рассказывает про достаточно размытую такую, ну, тему, которая не сильно привязана к личному бренду, но он через этот личный бренд все равно зарабатывает с помощью тех же прогревов, то, что он там рассказывает. Какой я, типа, вот был, был ничтожеством в России, потом я запустил англазичный аккаунт, пошел, приехал, пришел, увидел, победил, начал постить рейсы. Вот, то есть в любом случае нам нужно нанизывать свою личность на какую-то тему, на какой-то топик, который потенциально, на какую-то нишу, ну, то есть если мы берем какой-то большой блок информации, где можно копать долго, ну, то есть если мы берем условно, ну, вот я просто вижу стул, я хочу про стул поговорить условно, если мы берем, условно, мы можем взять нишу мебель, грубо говоря, это большая ниша, условно, ну, вот если вот наш личный бренд, наш опыт хочет говорить про стулья, например, почему бы и нет. Вот, мы можем говорить там просто про мебель, это будет достаточно широкая тема, которая потенциально будет многим интересна, а можно закопаться супер-супер-супер-глубоко, в принципе, то, что я Миша уже говорил, говорить только про определенные стулья, определенные марки, определенного вида дерева, определенными лаками, например, то есть такая вот история, это будет уже супер-супер узкая, супер-нишевая история, и это будет малому количеству людей интересно. Вот, поэтому вот так. Либо в RF не видно рекламы, либо мы об этом не знаем. Но если говорить про Twitter, то возможно, да. Но я просто сам немного не выкупил феномен Twitter на самом-то деле, потому что для меня он как будто бессмысленная площадка, где каждый просто что-то чирикает и не приносит никакой пользы в мир. То есть я больше за какой-то осмысленный контент, который основан на какой-то пользе людям. То есть просто поговорить о том, что произошло в новостях. Ну, как бы мне... Ну, я просто не такой человек. Я за создание какого-то осмысленного полезного контента для других людей. Вот. Еще какие-то вопросы, может быть? Подскажите, пожалуйста. Твиттерские просто просят всякие ссылочки, промо и т.д. Ну, да-да-да, конечно. Возможно, такое-такое тоже. Вот. Опять же, про Twitter вот реально. Самая непонятная площадка для меня, которая как бы мне неинтересна, просто с позиции формата контента. Ну, это Twitter. Да, там бывают прикольные истории, они часто вирусятся, и часто мы их видим в условных каких-нибудь новостях, либо в других там телеграм-пабликах скриншоты с этого, с Twitter. Но как бы делать из этого бизнес какой-то блок я вот правда не понимаю. Реально. Вот реально не понимаю. Вот. Коллабы работают. Да, кстати. Сейчас водички попью и скажу. Коллабы – кайфовая тема. Очень. Если мы берем, условно, тот же телеграм, если мы берем инстаграм, где есть наш личный бренд, коллаборации, это, например, совместно какие-то эфиры, либо просто перелив аудитории, то есть, например, вот есть бизнес-чувак, вот как раз кейс, который я, наверное, наблюдал. Бизнес-чувак пришел к другой бизнес-вумен у обоих блоков в телеграме, и один что-то рассказал в ее телеграм-канале, и она пришла в его телеграм-канале и рассказала. У них прошел перелив аудитории, и по итогу каждый с этого заработал, потому что аудитория пришла уже подогретая, они уже получили какую-то пользу в канале другого человека, то есть там уже была какая-то польза, потому что человек доказал то, что он прикольный, он классный, он интересный, пойдем в его канал, и там останемся. И как раз через эту историю очень легко продавать, потому что реально через такие вот коллаборации можно много пользы различной донести, рассказать о том, почему ты классный, почему стоит на тебя подписаться. И вот поэтому коллабы очень хорошо работают. Если мы берем телеграм-канал, можно даже делать, короче, партнерские запуски, так называется. Я вот сейчас прохожу, как раз наставничество по маркетингу и по продажам на высокий чек, и там история как раз-таки вот, мы рассказывали про коллаборации, именно про партнерские запуски. Это, в общем, история, когда есть один эксперт, вот, например, ну вот, возьмем меня, например, и есть какой-то канал, в котором есть какая-то большая аудитория, и я туда прихожу, просто с ноги захожу, типа, я классный, давай я тебе закрою. Боль с контентом, условно, сделаю, проведу тебе эфир, плюс еще там несколько постов накину со ссылкой на мой канал, и любые какие-то продажи, которые будут проходить через, ну, придут с этого эфира, мы там делим либо пополам, либо 30 на 70, 70 на 30, то есть как уже договориться. И можно делать такие запуски, в принципе, достаточно регулярно. Это вот называется партнерский запуск. Такая достаточно интересная история, которую я буду сам пробовать, потому что у меня, например, аудитории мало. Ну вот, если брать сейчас Телеграм, который свежий, которому и месяца, наверное, нет, то у меня аудитории мало. Но у меня есть вот эта вот типа экспертность, которую я могу другим людям протранслировать и через эту экспертность, грубо говоря, заработать. Вот так вот. Поэтому, да, всякие вот такие истории очень-очень полезны, и они очень, кстати, классные с позиции углубления личного собственного бренда, потому что, ну, мы иногда, вот если берем какие-нибудь посты там в Телеграме, мы же не делаем огромные такие портянки. Есть те, кто пишет там условные лангриды, но их мало. И их мало смотрят, мало читают, просто потому что огромная портянка текста. У тебя и так миллион других Телеграм-каналов, но с другой стороны, посмотреть какой-нибудь видеоролик, ну, там, тот же эфир, уже людям будет хорошо, уже людям будет приятно. Поэтому рекомендую. Так, еще какие вопросы? Может, кто-то хочет голосом сказать, а то все любят, да, текст, как мне Миша рассказал, я хочу вас услышать, услышать, насколько поставленный у вас голос, насколько хорошо, интересно вы рассказываете из этого формата. Потому что, на самом деле, кстати, вот почему, например, про текст и про видео, история про проявление очень, но большая проблема, короче, у людей, у экспертов, которые понимают и шарят, типа, вообще за свое дело, это история про проявленность. Это есть как раз такой термин, который многие блогеры другие раскрывают, проявленность. То есть это как раз таки про то, что мы можем ворваться, рассказать что-то, забрать эфир, грубо говоря, и показать то, что, ну, типа, мы классные. Даже через тот же вопрос, через то же участие в мероприятиях, там, поднимая руку, когда там люди, ну, типа, хотят спросить у аудитории, когда ты поднимаешь руку и говоришь, ты уже, как бы, себя ставишь выше других людей. Не то, что выше, но, типа, люди тебя в итоге больше запоминают, и ты в итоге больше убеждаешься в какой-то своей, там, собственной уверенности, то, что люди тебя запомнят, люди тебя поймут, и это крутая история на самом деле. Поэтому если вы ходите на всякие нетворкинги, на всякие мероприятия, где есть такой вот, как бы, обмен, коллаборация, где можно выйти на сцену, что-то сказать, очень хорошо работает вот такая вот просто выйти на сцену, ну, там, просто выйти, там, что-то сказать, потому что на нетворкингах, которые я бывал, вот, как раз таки, в Москве, я на многие мероприятия ходил, и когда я, условно, накидывал, просто вот я вышел, сказал такой, типа, ну, у меня вот 9 лет опыта, я все-все-все наживаю машиной контента, я плюс еще в море поработал, плюс то-то-то, люди такие сидят, о, ты фига, вообще жесткий, хотя, ну, хотя мне, условно, там, полгода назад было даже, ну, не то, что страшно об этом говорить, а то, что я не ощущал, собственную ценность в том, что я говорю, то есть, вот это, как раз таки, про проявленность, то, что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы понимаем, то, что, да, да, это классно, это прикольно, это круто, типа, мы на самом деле крутые, потому что вспоминаем третий миф, то, что каналов и так уже до жопы, до задницы, слишком их много, это, ну, это, да, может быть, перенасыщение рынка, но через этот контент, через собственный блог мы показываем, какой мы крутой чувак, или крутая, крутая девушка, крутая женщина, крутой парень, мальчик, ребенок, распаковывающий киндер-сюрпризы. Пока что-то все стесняются, но я спрошу тогда. Давай. Насколько, ну, ты писал в посте, что ты отказался от стабильной работы и там хорошей зарплаты, чтобы создавать классный контент. Насколько ты думаешь, это, как это по-русски, sustainable? Ну, в общем, стабильно. Ну, стабильно, да, стабильно, короче, условно говоря, там, через пять лет, да, ты видишь всегда, что ты там продолжаешь делать контент, или все-таки контент – это какая-то ступенька в сторону, ну, вот я там рассказывала про то, что ты будешь наставничество, уходить в какие-то такие более, немножко другие формы. То есть контент – это как ступенька, или контент может сам по себе быть, по крайней мере, в настоящий момент, работой полноценной? Контент, смотри, тут, кстати, прикольный, интересный вопрос. Как я себя вижу через пять лет, дофиг его знает, потому что я реально не знал, условно, девять лет назад, когда я начинал, только находясь, условно, в каком-то седьмом классе, то, что я вот сейчас окажусь вот в этой точке. То есть это, на самом деле, путь максимальной неопределенности, потому что ничего, ну, непонятно, как, куда я в итоге приду. Но, какая вопрос sustainable про консистенции, стабильность этот, есть уверенность, и то, что я наблюдаю на западном рынке, потому что я много контент-мейкеров там смотрю, и людей, кто зарабатывает на создании контента. Создание контента сейчас – это одно из таких ключевых навыков, которые требуются для вообще всех. Ну, что мы берем, условно, личный бренд, какой-то личного чувака, ну, какой-то эксперта, кто хочет продавать свои фриланс-услуги. Что мы берем в какой-то большой бизнес, который хочет выйти в тот же Инстаграм. И то есть создание контента, оно состоит из большого количества цепочек, большого количества, типа, столпов. То есть тот же там монтаж, текст, фотки, видео, инфографика, подкасты – много-много вариантов. И как бы если ты умеешь что-то из этого делать, создавать контент, создавать хороший, качественный контент, быстро, эффективно и с минимальным условным бюджетом, ну, то есть золотая серединка, грубо говоря, то ты будешь полезен. То есть ты не останешься без работы. То есть у меня сейчас, да, история такая-то, что, грубо говоря, я просто вся, если вот брать вот последний, особенно полгода, год, который у всех, наверное, был очень своеобразный, я нахожусь вообще в непонятной истории, в непонятной точке. Я не знаю, куда я выйду и где я окажусь через два месяца. Ну, вот реально. Сейчас у всех сократился срок года, с горизонта планирования. Непонятно вообще, что. Я вот сейчас, условно, последние несколько месяцев, я ушел больше в бизнес-историю, но все равно контент является как бы основополагающим. То есть я зарабатываю на контенте. То есть контент, то, что я делаю, произвожу какой-то контент, это моя ценность. И то, что я могу обучить других людей, как делать тоже системный контент, качественно, с минимальными какими-то затратами, это тоже моя ценность, которая людям по факту нужна. То есть потому что я проводил и мастер-майнды, и участвовал. Вот тоже я проводил всякие оффлайн-мероприятия. То, что людям, ну, у людей есть эта боль. Типа они такие, блин, я делаю, вот занимаюсь баловством, типа деньги с Инстаграма условно приходят, но как это систематизировать, как не выгорать, как вот как-то все. Я понимаю, как это исправлять, как это закрывать, и как облегчать людям, как раз таки жизнь, облегчать людям существование. Вот такая вот история. Где я окажусь через два месяца? Да, я не знаю. Такая вот история. Надеюсь, ты на твой ответ ответил. А, про стабильность. Ну, как бы да, условно, вот у меня вышка моряка, диплом, я там судоводитель, инженер-судоводитель. Класс, класс. Классная эта работа? Да, в общем-то, не особо. Много ли ты получаешь, то есть условно там вот на выходе зарплата 3000 долларов, ну, 3500, 4000, смотря как устроишься, если брать международную компанию, после выпуска получить такую зарплату, это суперкруто. Если мы не берем, условно, ту же богатую айтишку, где там все-все-все зарабатывают 300 ккккк в секунду условно, то это очень крутая работа с позицией, типа, ты потратил 5 лет и у тебя сразу запешка после выпуска очень хорошая, типа, 200 тысяч рублей в месяц, богатая зарплата, дорогая зарплата для 23-летнего чувачка, вот, но условно я тогда обмениваю свою свободу на условно эти деньги, то есть у меня, я не хочу это делать, я не хочу себя сам помещать в золотую клетку, типа, да, я крутой, я богатый, но в итоге я не свободный. У меня нет нормальной семьи, у меня мои дети меня не видят, я вообще непонятно кто, я полжи своей жизни провел в консервной банке, трясясь, болтаясь и вывозя нефть из России или там с Европы в Африку. Классно, классно. Очень интересная, прикольная жизнь. Поэтому пусть этот путь, который я выбрал с контентом, он более нестабильный, он более непонятный, он сложный, в каком-то плане рискованный. Ну, то есть, потому что я очень много тестов провел, я потратил, ну, вот за последние два месяца я потратил где-то 150 тысяч рублей на нерабочие тесты. Ну, то есть, типа, тесты, которые принесли мне ноль. Вот реально. И то есть, ну, все равно, типа, я буду дальше делать это прикольно, это интересно. Ну, то есть, это лучше, чем, опять же, вот это вот находиться. У меня, кстати, ролики на YouTube-канале, я могу потом как бы приложить, я не знаю, в описании, либо там ссылкой, есть ролики на английском языке, я постил из моря, про море, как раз таки. И там очень много, как раз таки, рассказано про то, насколько это суперпрекрасная работа. То есть, я с таким количеством, ну, такое количество вопросов там закрывал, но все в итоге сводилось, что, блин, камон, это такая ужасная работа. Я лучше буду контент делать. Такая история. Так, и все все так же стесняются. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а как вообще сделать так, чтобы кто-то тебя увидел, твой блог или видос, кроме закупки рекламы и коллабов? Есть еще способы. Так, как увидеть? Все зависит от площадки. Сейчас, если все... Вот, скажи, пожалуйста, Кира, какой, какая площадка? И я тебе скажу метод. Если мы берем видео, если мы берем тот же, например, Инстаграм, сейчас привод органического трафика, ну, то есть, случайные люди, которые увидят твой контент, это Reels. YouTube и Instagram. Ну, вот сейчас, как раз таки, вот, Инстаграм. Это Reels. Я проводил эксперимент на своем старом аккаунте русскоязычном, где было там 1300 подписчиков. Я такой, хо, давайте я сейчас сделаю несколько постов и сделаю несколько Reels, чисто для теста. Сделал несколько постов, они там собрали 300 охватов, ну, вот, в среднем, 300 охватов. И там только подписчики старые. Такой, ну, давай сделаю там тоже несколько Reels, и там охватов в 4, там, 6-10 раз больше. И там не подписчики. То есть, там новые люди, которые, ну, случайно, потому что алгоритмы сейчас пушат только Reels. Либо пушат экспертный какой-то контент, но там больше как инфографика условно. То есть, там, типа, 10 методов или там 10 способов, там, 10 веб, прям, приложений для веб-дизайна, грубо говоря. Или там, типа, 3 способа, как увеличить конверсию с помощью, там, call to action, грубо говоря. То есть, какие-то такие полезняшки, которые люди любят сохранять, люди любят пересылать. Это вот касательно Инстаграма. То есть, если Инста, короткий контент. Если мы берем Телеграм, вот, как я говорил, Телеграм сложная история, потому что там нет органического, там нет алгоритмов. То есть, там то, что мы постим, это, по факту, видят только те люди, которые к нам приходят извне, либо те, кто уже подписан. Но сейчас из-за того, что слишком много каналов стало, то есть, есть такой показатель, если будешь открывать, условно, тот же Тегестат, либо Телега Ин, где закуп рекламы будет. Там история, то, что есть такой показатель, как engagement rate. Это, в общем, условно, количество людей, которые, там, в процентном соотношении, которые смотрят пост первые сутки. Первые часы есть, и есть первые сутки. То есть, чем больше этот показатель, тем более вовлеченная аудитория там находится. То есть, если у нас 100 подписчиков, и пост смотрит 5 человек, то это будет плохой канал, потому что его просто не смотрят. Его не изучают, и там, скорее всего, реклама, либо ее не будет, ну, либо она будет стоить супердешево. Потому что, если 5 человек смотрят, там, в первые сутки, это, как бы, такое себе. Вот, если мы берем тот же, там, YouTube, ну, все, про Телеграм закончили. То есть, в Телеграме нам нужно приводить людей извне. Либо закупка рекламы, либо какие-то партнерские посты, коллабы, интервью. Я вот что делаю. Кстати, полезная история. Можете тоже себе добавить. Например, это сейчас из-за того, что у нас появились в iOS'е новые варианты наших заставок. Можно сделать такую историю. То есть, когда ты приходишь на мероприятие, ты просто тычешь человеку экран, он сканирует, и вот тебе, условно, новый подписчик добавился. У меня так что с Телеграмом, что с Инстаграмом. То есть, по-моему, достаточно такая простая история. То, что человек может просто взять, зайти, сразу подписаться и остаться. Вот в чем дело. Это такой очень простой способ набрать подписчиков. Банально прийти в бар, пообщаться с пацанами. Там, типа, 10 человек, условно, потенциально твоей аудитории, которые... Ну, в Телеграме еще такая история, что люди быстро подписываются, но в то же время быстро отписываются. То есть, если им что-то не понравилось, они уйдут. И это нормально. То есть, ну, не нужно думать то, что не нужно бороться, условно, за каждого подписчика, который придет и вот обязательно то вот будет на века. Нет, люди в Телеге очень быстро отписываются, потому что, опять же, нет алгоритмов. Люди приходят за пользой. То есть, у нас микропольза в каждом, условно, посте, ну, либо в серии постов. То есть, человек должен... Он сознательно заходит в Телеграм. Если мы берем YouTube или Instagram, там действуют алгоритмы, там что подсовывает контент, что зависит от интересов человека, там уже подстраивается контент. Вот. Про YouTube. YouTube, я считаю, то, что можно пойти через метод, условно, как органи... Ну, органический трафик, это те же шортсы, но шортсы очень плохо работают с позиции. Если в Инстаграме мы можем сделать такую неплохую воронку, типа, рился это первый ступенька, человек смотрит контент, такой, окей, классный чувак, подписался, условно, остается. Либо он, условно, заходит в профиль и, например, тыкает на ссылку в био, либо отправляет сообщение, либо смотрит какое-то актуальное, где идет дальнейший прогрев. Там, в принципе, быстро все это сделано, и там легко это отстроить. В YouTube, в шортсах, очень сложно это сделать, потому что там другой дизайн, другие элементы, другие элементы, и когда мы, например, заходим с шортсов на канал, у нас появляются большие ролики, появляются шортсы, в этих там разное описание, описание не такое интуитивное, не так быстро в него зайти, там обычно больше кнопок, короче, больше всего, и очень сложно, условно, продавать, прогревать через YouTube, YouTube Shorts, через YouTube Shorts. Вот, хоть можно собрать огромное количество трафика, большое количество там просмотров, но люди, возможно, подпишутся, но, возможно, не увидят потом этот ролик вообще, грубо говоря. В Инстаграме все-таки в этом плане попроще. И поэтому большие полноценные ролики на YouTube – это хороший способ. Условно, чем больше человек смотрит твой контент, там длинный ролик, то есть, условно, за 10 минут можно оставить человека в канале. То есть он такой, окей, это классный чувак, плюс мы можем там запаковать то, что у нас, ролики связаны между собой, то есть что я делаю, что, на самом деле, очень полезно. То есть здесь у нас несколько роликов в разных нишах, но их можно связать. Условно, здесь я рассказываю про монтаж, а вот здесь я рассказываю про, условно, тот же iPhone, который вот так вот снимает, и я, например, использую этот футаж в этом ролике. То есть мы связываем несколько роликов, и мы создаем такую серию, когда человек, прыгая с ролика на ролик, он уже находится в нашем канале, и даже если он не подписался, он все равно потом в рекомендациях наш канал, наш ролик вылезет. Вот это вот есть такая вот история, поэтому многие такие строят, условно, воронки, когда с ролика на ролик ты перепрыгиваешь. То есть можно сделать это в формате плейлистов, но плейлисты мало смотрят, но вот самое оптимальное, это вот реально, чтобы сетка роликов. То есть у нас, условно, Instagram, и мы несколько роликов про разные какие-то фичи, связывая это все воедино, люди будут смотреть. О, это прям мощно, 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 мощно. Вот, вот так вот, такой ответ. Вот такая история. Про YouTube еще, что я хотел сказать, то, что на самом деле у YouTube очень недооценено описание. Многие люди, многие блогеры описание больших роликов не используют грамотно, потому что в этом описании мы можем сделать очень большое количество продаж, очень большое количество прогревов, очень большое количество ссылок банально на соцсети. То есть многие люди, вот банальная проблема, то что у тебя в описании висит не ссылка даже в Instagram, а просто собачка названия Instagram. Никто не будет копировать вот это название или открывать Instagram, перебивать. То есть типа задача облегчать путь нашего клиента, нашего подписчика, нашего зрителя. То есть мы делаем все максимально просто. То есть если мы думаем, что вот сейчас мы сделаем какую-то супермногоступенчатую структуру, чтобы человек из YouTube перешел в Instagram, да нет, человек сломается. Он такой, похер. Типа не такая большая потеря, грубо говоря. И поэтому условно нужно облегчать путь клиента. Многие переусложняют. Если они начинают создавать контент, создавать канал, вообще на любых площадках они перетруждаются и создают слишком сложные системы. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, потому что реально нужно, чтобы все было просто. Мы в YouTube на ролике видим, по крайней мере, там первые две строчки. Если нам важно, чтобы человек открыл эти первые две строчки, мы используем этот инструмент. Если нужно, чтобы он уже провалился дальше и там уже какую-то информацию вычерпнул, условно, нашел там реферальные ссылки, ссылки на наши там профили, другие там, условно, аппаратуры, которые мы используем. важно использовать те инструменты грамотные, которые есть. Автоматизировать создание и впрок. Да, вот про создание, потому что я на самом деле трачу на создание контента 20% своего примерно рабочего времени. То есть это для трех площадок, чтобы вы понимали. То есть я считаю, что это очень неплохо, учитывая, что у меня посты выходят, ну, в телеге это раз в два, в три дня автоматизировано. То есть я даже особо не открываю. То есть если какие-то мысли приходят в моменте, я что-то туда поищу. Но в большей степени это автоматизировать контент, который я записал месяц назад. Вот скоро выйдет, через неделю выйдет пост, который я написал 6 октября. То есть я его запланировал два месяца назад, и вот он как раз только сейчас выйдет. Вот. Это круто. Если я создаю что-то, то на одну единицу почти день уходит. А что за контент? Вот, Кира, давай расскажи подробнее, что за контент, что почему в чем-то не так. Я могу сказать то, что в целом есть просто несколько процессов, которые самые долгие. Самые долгие процессы, если мы берем условно вот видео, ну, я больше про видео буду говорить, самый долгий процесс это, первое, это сценарий. Если мы должны, много информации какой-то собрать, у нас там важные источники, какого, proof checking, proof reading, то, чтобы все было правильно. И самое длительное, это условно монтаж. То есть мы на монтаж можем потратить очень много времени, поэтому если есть бюджет, если есть бюджет, я рекомендую нанять условного монтажера, который будет монтировать видео, потому что монтаж занимает очень много времени. То есть, когда ты профессионал, когда ты много лет работаешь с видеоконтентом, для тебя смонтировать там условно пачку рилсов за час. Вот у меня средняя, да, производительность. Если мы берем информационные рилсы, говорящая голова, там 30-40 секунд, я там что-то рассказываю. У меня на то, чтобы собрать колбасу, то есть вырезать все ам-м-а-м-а, как раз таки, у меня уходит примерно час для 10 рилсов, чтобы вырезать все ненужное, накинуть цветокор, накинуть пресет, вот такая вот история. Таня у нас подняла руку. Давай, Таня, может, что-нибудь у нас расскажешь. Миша, размьютишь ее, пожалуйста. Ага, спасибо. Так, ролик на YouTube там тоже. Да-да-да, Таня, говори. Привет, вопрос. Привет. Очень интересный ответ сейчас про аутсорсинг, вот этого видеомонтажа. Я пыталась делать так, в итоге была не очень довольна результатом, и все равно видео, которые мне скинули в итоге, я не смогла потом никуда выложить, потому что они были, ну, не очень. То есть я несколько раз пыталась на разных платформах фрилансерам давать задачу на видеомонтаж, да, роликов. Я так и не поняла, как это делать. Я трех разных фрилансеров пробовала. Вот. Проблема с постановкой ТЗ, проблема... То есть я так понимаю, надо давать какой-то модборд, отсылку, можно сценарий какой-то писать, либо какое-то четкое ТЗ, то, что вырезать вот такие вот вещи, но не знаю. То есть вот если ты раскроешь эту тему, более глубоко будет супер. Ну и по книгам тоже. Сколько искать, где искать, как давать ТЗ, как принимать работу. Так, мы сейчас говорим про видео... Что? Какой формат роликов? YouTube. Ну, вы даже вот эту АМА, например, вот, Миша, сейчас... Вот мы сейчас записываем, и ты решишь... Вот у меня просто... Я тоже даю консультации про карьеру и записываю зумы. Ну, я этичник, и я рассказываю, как в Германию переехать, как в Редюне с Латинами и так далее. И было бы круто потом из этого, из часа общения делать хотя бы 10 минут какой-то контент. Но самой сидеть и выбирать... Выкорчевывать все и оставлять сок. Да, да, да. Вот это, да. Так, смотри. Касательно монтажеров... Есть, да, проблема с тем, что люди, условно, не понимают, что мы хотим. Для этого важны референсы, которые у нас уже есть. То есть, условно, мы уже смонтировали какие-то ролики. У нас есть понимание вообще процесса. То есть, у нас должны быть такие превьюшки... Ну, не превьюшки, а такие элементы, например, дизайна. То есть, всплывающие окошки, ссылки на профили, какой-то шрифты, цвета этих шрифтов. Это желательно расписывать и делать так, чтобы, условно, если мы открываем тот же Notion, о котором я рассказывал, как раз-таки в чем особенность, задача как раз-таки вот этого Notion, то, что мы по итогу мы можем нажать условно одну кнопку и отправить ссылку на эту страницу нашему, условно, монтажеру. То есть, у нас там уже есть какой-то написанный сценарий, то есть, он уже банально взглянув, то есть, не надо будет... В общем, этому монтажеру не нужно будет тратить время на то, чтобы... И твое время тоже не надо будет тратить, чтобы понять, о чем вообще какая цель, о чем ты рассказываешь. То есть, задача нашей вот системы, как раз, которую мы выстраиваем, так, чтобы облегчить максимально наше собственное время, чтобы человеку выдать все нужные материалы, и он уже сам с этим справился, с этим покопался. Вот, потому что, на самом деле, как бы очень много вещей, которые вот я, по крайней мере, несколько тоже проходил банально тех же собеседований с тестовыми заданиями, где чувак публиковал результаты, результаты людей, то есть, что... Вот какие ролики они монтировали, как они их складывали, разбирал их проекты, и вот, условно, выборка, там, 15 монтажеров, которые проходили тестовое задание, из них трое, там, два с половиной человека сделали хорошо с выполнением всех пунктиков. То есть, это пунктики, условно, из такой, такой, типа, тупости, то, что добавить маску, например, добавить ссылку на телеграм-канал, добавить просто какой-нибудь там, типа, логотип телеграма, и добавить, поставить его вот в этот вот угол. То есть, люди, многие даже не справляются с такими какими-то базными задачами, хоть они и прописаны. То есть, моя рекомендация, это банально увеличить выборку, сделать какое-то тестовое задание, то есть, самое простое, там, условно, смонтировать минуту, то есть, вот у нас есть, там, условно, кусок, там, типа, 4 минуты сырого материала, вот, условно, что у нас должно быть, то есть, по элементам, которые ты также тоже предоставляешь, вот референс, вот, по этому референсу сделай то же самое, грубо говоря. То есть, для монтажера это потратить полчаса, и он, ну, даже полчаса, это будет много. Там есть собрать все организационные моменты, там, скинуть материал, получить его, обработать, экспортировать, условно, полчаса должно хватить. И такое вот, условно, тестовое задание, увеличиваешь выборку, и будет нормально. Вот, 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 что я насчет этого могу сказать. То есть, банально просто, типа, не брать, не верить людям по текстам, то есть, условно, то, что вот они там расписывают, и то, что вот они в других примерах там предоставляют в портфолио, нужно работать, ну, не работать, а вот проводить их, условно, через этот онбординг процесс, то есть, через тестовое задание. Потому что, ну, многие люди даже вот такие какие-то мелочи не могут подмечать, ну, либо они просто, типа, ну, не видят их. Ну, то есть, хотя ты об этом написала прям в первом пункте, выделила этим жирным шрифтом, еще три восторжительных знака добавила, а люди все равно не видят. Поэтому это нормально. Плюс нужно также понимать, есть такой метод, условно, как вот формат работы, то, что монтажер, я просто, зависит от того, как тебе будет удобно. Где искать, какие цены? Сейчас быстро расскажу. Можно сделать такую схему, то, что, условно, монтажер, он собирает рыбу, собирает колбасу, можно по-разному это называть, то есть, он, условно, очищает все ненужные куски, добавляет какие-то элементы, добавляет какую-то цветовую, там, цветокоррекцию по тем элементам, которые ты уже предоставляешь, и потом он просто скидывает тебе проект, и ты уже этот проект сама дорихтовываешь, то есть, ты его уже подводишь под финальный момент, там, условно, ну, может быть, есть это вот авторское видение, которое другой монтажер не может передать. Вот такая вот история, то есть, в целом, тебе нужно будет, условно, посмотреть, что-то чуть-чуть добавить, но большую часть рутины, вот этой вот монотонности, ее выполняет монтажер, и так будет в каком-то плане проще, то есть, такой гибридный немножко вариант, то есть, финальные, условно, правки делаешь, что и многие на фрилансе, ну, многие там, те же авторы, они так же и делают. Если шарить в DaVinci, то где и как быстро шарить сорсы? Вот то, что я писал, это, ну, к несчастью, видео приходится передавать через Яндекс, Диск, Google, Drive, Dropbox, ну, то есть, увы, приходится так подстраивать, но, если мы берем, делаем в формате правок, то есть, мы, условно, отсылаем человеку видео, это использовать какой-то другой сервис, то есть, не правки получать не в Телеграме, о чем я рассказывал в самом начале, а через какой-то сервис Dropbox, Dropbox Replay, Frame.io, вот, потому что так можно быстро нарисовать, типа, блин, вот здесь вот криво, вот здесь вот неправильно, здесь не тот текст, поправь и прям привязать это к тайм-коде. Вот, я DaVinci не пользуюсь, я пользовался 7 лет Adobe Premiere Pro, и пользовался 2, вот сейчас вот я использую Final Cut Pro, то есть, у меня, ну, у меня как бы немного другой опыт. Вот, где искать? Есть, вот, Телеграм, ну, то есть, есть чаты, фрилансеров, есть чаты продюсеров, есть, ну, большое количество чатов там по тому же Network'у, и туда банально скидываешь, есть чаты с поиском работы, ну, то есть, банально, типа, цифровые профессии, и там, условно, вакансии, и туда банально, бесплатно вакансию скидываешь, скидываешь техзадания, просто это все оформляешь, а по ценникам, ценник, условно, на 10-минутный ролик, где будет одна камера, один источник звука, не будет моушн-графики, но будут какие-то элементы в виде, каких-то, может быть, фоточек, каких-то B-роллов, то есть, какое-то дополнительное там фото, либо видео поверх A-ролла, где ты говоришь, говорящая голова, то это будет, ну, в районе нескольких тысяч рублей, то есть, один ролик, а, кстати, вот, мне рассказывал продюсер, чувак, Яндекс.Услуги, в Яндекс.Услугах, он себя нашел, монтажера и копирайтера, и они работают, они ему, короче, отгружают по ролику в два дня, то есть, условно, получается 15 роликов в месяц, и он платит тысячу рублей за ролик, тысячу рублей монтажеру и тысячу рублей копирайтеру по теме крипты, то есть, у него на производство 15 роликов в месяц уходит 30 тысяч рублей, вот такие ценники, но там, там, опять же, там вот говорящая голова и какие-то тоже там, это не суперсложный монтаж, без графики, без 3D супернепонятных, вот этих вот эффектов, хотя сейчас эффекты, ну, переходы все эти делаются достаточно легко через платные плагины, вот, так, я надеюсь на твой ответ, я ответил, вот, на самом деле, очень, к несчастью, вот, вот, к большому несчастью, монтажеры зарабатывают немного, и люди не, правильно, ну, не могут оценивать себя грамотно, ну, к несчастью, потому что монтаж, он, на самом деле, из того, что он требует много времени, требует много скиллов, как по видео, так и по графике, так и по каком-то плане дизайну, по аудио, люди готовы продавать себя задешево, увы, то есть, и можно этим пользоваться, можно, как бы, поддерживать эту систему, можно, ну, как бы, платить выше рынка, но, как бы, ролики для ютуба, ну, вообще, ролики стоят недорого, я недавно собирал краски, я могу, в принципе, скинуть в теории, у меня, если в личку напишешь, я, как раз, для своего наставничества, собирал рилсмейкеров, которые, ну, монтажеров рилсмейкеров, сейчас, и по рилсам, вот, я, я тоже немножко мозг лопнул, минимальная ставка, которую они писали, это 250 рублей за ролик, это вот, это с монтажом на телефоне, то есть, это без использования DaVinci, это вот только вот, бесплатный CapCut VN, вот, 250 рублей за ролик, вынь, вынь да положь, хотя есть другие монтажеры, которые, условно, у них там 10 лет опыта, и они берут там полторы тысячи рублей за один полноценный ролик, на который у них уходит там два рабочих дня, грубо говоря, вот, так, дальше, сейчас, 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 если работают, ну, вот, про, условно, шарисорс я сказал, увы, да, есть, кстати, сейчас, я могу, в принципе, очень долго тоже про видеомонтаж рассказывать, а, есть, короче, такая история, сейчас я, может быть, даже покажу экран именно сам десктоп, сейчас, видно, видно или не видно, скажите, пожалуйста, видно, да, вот, я сейчас открою, projects, вот, есть папка, которую я использую, это называется, вот, project template, то есть, у меня здесь идет название, номер ролика, который мне используется, связан с Notion, и здесь у меня template, то есть, шаблон, структура, которую используется очень легко, которую можно легко пошарить к другому человеку, сейчас вот покажу, то есть, у меня здесь есть, сразу идет файл, проекта, то есть, если мы его открываем, то здесь сейчас загрузится, здесь уже встроены те элементы, которые я лично использую, то есть, там идет элементы с позиции, так, сейчас, новой FinalT Pro, то есть, здесь используются сразу ассеты, например, те же кнопки, которые я использую, те же там тексты, и вот такое сделать, и рассылать монтажером, очень легко, я надеюсь, то, что меня слышно, а то очень громко тут орут на фоне, вот, и вот такие вот истории, очень, ну, я рекомендую сделать с позиции оптимизации процесса, как тебе лично монтировать, так и, например, тому же монтажеру, которому не нужно будет искать все эти источники, вот, то есть, у меня вот такую вот историю я сделал, и тут уже сразу готовый проект, то, что я просто его переименовываю, там, 0022, 001, там, условно, что-нибудь такое, вот, и вот через этот проект мы работаем с монтажером, то есть, можно составить общую папку в том же там Dropbox или в Яндексе, которая будет автоматически синхронизироваться, то есть, я вот точно не знаю, как это сделать с позиции, чтобы это синхронизировалось и у того человека, и у другого, потому что, ну, по крайней мере, приложение Яндекса очень плохо работает, десктопное приложение, то есть, там, с пошляренными папками, там, очень странная система, но можно сделать так, чтобы, условно, все правки, которые делает монтажер там, сохранялись, и сразу тебе ты получал обновленные файлы, грубо говоря. Так, дальше, двигаем дальше, что у нас получается? Клавы специальные, нет, я не использую специальные клавы, я просто по факту использую шорткаты, вот, классическую клавиатуру, которая есть, нет смысла, как по мне, покупать еще топ-клаву для монтажа, главное, просто не использовать мышку в монтаже, главное, использовать клавиатуру, которая у нас есть, потому что очень много проблем, очень долго монтаж, из-за того, что мы не знаем шорткаты, мы не знаем короткие пути, шорткаты, нужно учиться, и не нужно покупать дополнительную какую-то клавиатуру. Вот, как ты спубликуешь рилс, из чего? Вот, то есть я записываю материал, сейчас, я, вот с рилсами есть проблема, то, что рилсы приходится постить вручную через инстаграм, то есть через мобилу, то есть да, приходится условно монтировать на компе, скидывать файлом на мобилу, и через приложение инстаграма выкладывать, то есть есть в этом проблема, проблема инстаграма, увы, с ней никак не получится, ну, пока там нет, как это называется, автопубликации, то есть они там вроде сейчас тестируют эту фичу, то, что можно рилсы, там посты автоматически публиковать, то есть сделать запланированную выкладку, но пока что приходится вручную это делать, к несчастью. Поэтому, ну, увы, так приходится, на самом деле так, так многие, если начинается делегирование процессов, делегирование проектов, то такая схема, это нормально, это еще на самом деле быстро, это я еще не рассказал, у меня еще промежуточный этап, я такой, я устал писать субтитры сам вручную, давай в капкате сделаем, пусть там не будет анимации, пусть оно будет стрёмненькое, пусть там будет просто белый текст, просто белый текст неинтересный, пусть хотя бы так будет, и поэтому, типа у меня, я экспортирую, я вырезаю все, неважно, снимал я на камеру, снимал я на айфон, вырезаю, делаю, получается, итоговый ролик, делаю цветокоррекцию, обрабатываю аудио, закидываю в капкат, там добавляю субтитры автоматически одной кнопкой, и потом уже выгружаю в инстаграм, потому что так быстрее получается, чем если это вручную расписывать, вот в чем дело, то есть даже какие-то такие странные связки, они в принципе рабочие, потому что нужно понимать, вот трудозатраты, время затраты, потому что, ну вот, подсчитывать человека часы, когда ты создаешь контент, это важно, потому что иногда, то, что типа создать контент, это вообще, это вообще не работа, это вот это вот, типа языком почесать, что-то там свет включить, поговорить, выключить, интересно, вот такая вот история, как, так-так-так-так-так-так, одища это, да, вот меня инстаграм бесит, ну типа инстаграм, это самая ужасная площадка, она не ценит контент-мейкеров, абсолютно, то есть это прям, ну ад, вот ютуб, я почему люблю ютуб, то что реально ты сделал пачку рилсов, сделал их, и условно полтора месяца об этом не думаешь, ну вот как вот, в моем ситуации, типа у меня рилс выходит каждые два дня, шортс уже в этом плане, каждые два дня, я не беспокоюсь абсолютно, с инстаграмом нужно, тыкать, тыкать, тыкать самому, вот, насчет паблишинга рилс, ну да, я уже сказал то, что это через мобилку, все делается, а как обратно на телефон, кидаешь ролик, смотри, тоже, давайте сейчас еще покажу небольшое закулисье, как у меня выстроена система, то есть мы, если открываем тот же Notion, который у меня есть, которым я очень много рассказал, так это мой телеграмчик, это моя креативная студия, и вот инстаграм рилс, история такая, то что у меня получается, вот табличка с роликами, то есть у меня под каждый ролик свой, своя нумерация, это важно, это важно, если тем более мы будем экспортировать, ну, типа, другим людям говорить, лучше давать им кодовое значение в виде цифр, это пять цифр, чем давать название полное, хватит постить свои мемы с лайфхаками, типа, говорить об этом нафиг надо, камон, это немножко безумие, вот, поэтому, типа, кодовое значение в цифрах гораздо проще, и оно легче систематизируется, вот здесь просто сортировка включена по номеру ролика, и то есть вот все мои ролики, они вот так опубликованы, и мы делаем связку, как раз таки то, что я показывал, с, как раз таки связку с рилсами, с шортсами, оно, в принципе, так же работает, то, что какой номер здесь, такой итоговый ролик у нас и будет, то есть так же он будет называться, то есть вот у меня, например, ролик 22.0.46, вот он у нас готовый, в папке export находится, и если нужно вдруг к нему вернуться, то я к нему возвращаюсь, просто зайдя вот в эту папку, то есть у меня здесь все мои рилсы, которые есть, то есть если их станет слишком много, как я, например, делаю, то есть здесь, в принципе, 4 гигабайта, как бы немного, если их становится слишком много, я их вначале скидываю на жесткий диск, если на жестком диске заканчивается место, я уже скидываю на облако, и на облаке они хранятся, Потому что иногда важно сделать быстрые правки, иногда важно получить доступ к контенту прямо здесь, прямо сейчас, потому что, ну, как бы хранить где-то на каком-то другом источнике, не, например, на базовом ноутбуке, это долго, это сложно, ну, добавляет дополнительную какую-то рутину, поэтому лучше хранить это в отдельной папочке, вот как вот оно и здесь есть. Вот такая история. Можете это спокойно себе забирать, делать дубликат, добавлять, здесь также есть как работать с шаблоном, с видосиком, краски, с видеогайдом, это я бесплатно спокойно отдаю, потому что такая система, это очень несложно, это очень просто, и она полезна для других людей. Вот, ну, и краски то, что я рассказывал про какой-то шаблон, который есть для Ютуба, для Инстаграма я, например, использую другой шаблон, сейчас я вам тоже покажу. Он не сильно отличается, вот если мы добавим просто новую страничку. Вот шаблон, то есть здесь у нас история просто идет разбивка интро, основная часть, call to action, описание поста, reference video поста, ну, видео или текст, потому что это играет роль. Интро, вот эти первые три блока, это то, что я записываю, то есть это на видео идет, описание поста, это то, что идет в описании поста, очевидно. И reference video это то, что, условно, я просто, ну, захожу с позиции то, что зачем делать, опять же, много контента, самому пытаться что-то выдумывать, когда уже и так конкуренты твои это сделали. Мы берем эту информацию, копируем, но мы ее не копируем прям вот в тупую, мы как бы должны приносить свой авторский взгляд, авторское видение, и даже тот же туториал мы можем рассказать по-другому. Поэтому это нормально, то есть вот у меня, ну, сейчас можно поискать, посмотреть, ну, то есть вот есть какой-то там reference video, которое, может быть, абсолютно не играет никакой роли, я его раскрываю по-другому абсолютно через, ну, хотя reference вот такой, а я его раскрываю по-другому. Это нормально, то есть такие reference, они помогают впоследствии в будущем собирать просто контент. Ну, и также вот, например, там тоже какой-то вот пришел на мастер-класс, вот какую-то информацию взял, скопировал себе, потом ее переоформил, перезапаковал, это тоже нормально, потому что, ну, нет, нет уникальной индивидуальной такой информации. Вот, защиту видеоконтента какую-то делаешь, защиту видеоконтента я условно делаю только с позиции, сейчас выключу секунду, я ее делаю с позиции, если мы работаем с каким-то человеком, то есть каким-то автором, то есть идет коммерческая работа, я монтирую ролик для чувака, но я еще не получил оплату, например. Я добавляю в отермарку просто огромный крест, не оплачено, большими красными буквами, потому что у меня была история, когда у меня воровали ролики, мне за них не оплатили, и поэтому, чтобы это превентивный удар нанести, мы добавляем такую в отермарку, которая, в принципе, не суперсильно портит сам ролик, условно, то есть там все детали видно, но если человек этот ролик запостит, он как бы поймет, ну, типа, аудитория поймет, что что-то как-то нечисто, он неоплаченный, поэтому только такую защиту я делаю, больше никакой защиты я не использую. Ватермарка статичная, же фильтром вырезается на ура. Можно добавлять не статичную, то есть можно сделать как вот эти старые DVD-анимации, там где-то, типа, летает Samsung по углам, можно такое, в принципе, сделать, все зависит от того, как хочется, то есть на самом деле я, опять же, не сильно, как бы, как-то сказать, это просто такой доп-момент, который показывает то, что ты не просто рандомный чувак, который, ну, типа, не дает никаких гарантий, то, что у него можно легко это своровать, и он ничего не получит, грубо говоря, то есть такая история, особенно если ты работаешь без договора, с какими-то маленькими проектами, вот такая даже защита, она помогает и нормально работает. Вот, то, что она вырезается, в принципе, да, но, опять же, это уже, кто как хочет, можно усложнить. Я не усложняю, я просто логотип все пилю, ну, либо вот логотип, как я сказал, как я, крест, если неоплачено, либо тоже логотип, который можно там, да, менять места, и тоже будет нормально. Вот, так, нет страха, что монтажер украдет контент. Сейчас, секунду, я отходил на какое-то время. Обсуждалось использование собственных стендалон площадок. Подскажи, пожалуйста, что ты подразумеваешь под использование собственных стендалон площадок, потому что, как для меня, я не понимаю, ну, типа, расшифруй стендалон площадки, типа, отдельные площадки, ты про что именно, то есть, условно, свой блог, сайты типа Astrick. Ну, вот такие сайты, я на самом деле, правда, не знаю, как оно работает, в том плане, то, что, как на них, условно, людей приводить, потому что я с такой механикой, мне кажется, это устаревшая немного механика, типа, ты придумываешь велосипед, когда велосипед уже давно изобретен. Телеграм, Инстаграм, Ютуб, подкасты, Твич. То есть площадки уже и так есть. Зачем придумывать собственную площадку? То есть да, то, что условно реализовано в формате бастерик-клуба, это уникальный какой-то проект, это другой. Типа тут R&D обосновано. Условно тот же бастерик, который делает посты на своем сайте, как бы да, окей, да, оно может иметь какую-то прикольную навигацию, да, когда это имеет историю длиной в 10 или 13 лет, то как бы да, прикольно, но что-то как-то я такой, блин, поднимать свой сайт для того, чтобы оттуда все равно нужно нагонять аудиторию. То есть это все равно нужно использовать какой-то другой, какой-то вариант, какую-то другую площадку. Как бы это, по-моему, слишком много мы усложняем. Опять же, я говорю, надо делать проще. Вот, неудобства формата площадки, того же Телеграма, тататататан. Ну вот да, в принципе, в каком-то плане то, что да, окей, мы можем, эта площадка, своя собственная площадка имеет плюс то, что мы можем как хотим такую, сделать структуру как мы хотим. Но опять же, тогда нужно просто, чтобы был большой трафик, который будет приходить. Я знаю, есть продюсеры, которые делают запуски, и они под эти запуски пилят свои сайты. Но они это делают, условно, там просто лендинг, какой-то одностраничник, где типа вот программа курса, которая, вот форма для оплаты. Все, они там, ну, они перегоняют эту аудиторию, делают продажи на этот лендинг, и все. То есть они не используют, сейчас в современном мире использовать отдельно какой-то сайт. Ну, как по мне, это уже чуть-чуть сложно. Можно делать какие-нибудь... Нет, можно, кстати, в принципе, в каком-то варианте очень легко постить на каких-то других площадках, которые есть вот этот UGC-контент. То есть, опять же, в Астриклуб, тот же там VC, ДТФ, то есть там постить какой-то контент, какие-то лонгриды, окей, в принципе, неплохо. Медиум тоже. Медиум, не знаю, Россия сейчас работает или нет, но такие, в принципе, формы, они живут. Телеграф тот же, в принципе, тоже живет. То есть в рамках Телеграма писать тот же лонгрид, запуливать его в Телеграф. Да, в Телеграме запуливать в Телеграф и делать посты. Ну, переводить туда. Ну, в принципе, нормально, адекватно. Так, давайте дальше. Так, про монтажер украдет контент. Вопрос, а зачем ему этот контент? То есть я вот, ну, выложит на тебя какой-то компромат, какая-то чернуха. Что там должна быть за чернуха, которую на тебя могут выложить? То есть если у вас интервью длится просто, вы там посидели, поговорили. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо, очень интересный контент. До свидания. Я не знаю, какие-то, что там, блуперсы, где там, типа, компиляция, типа, как человек не может правильно выговорить вопрос. Это какое-то очень странное. А бы если даже такое выложат, это насколько нужно тогда насолить монтажеру, чтобы он такой, вот я сейчас на тебя такую чернуху накопаю, и там, типа, все. Ну, то есть это какой-то, это вот сейчас начинается придумывание каких-то нереалистичных сценариев, которые, ну, не реализуются, но как будто кажется то, что такое может произойти. Я такого не видел и не слышал, хоть я, ну, с многими общались, видеографиями общался, блогерами, которые заказывали. Не знаю, честно, очень странная история. Так, если ты берешь интервью у кого-то, как ты собираешь согласие, храни согласие и соглашу готовый контент с ним? Вот насчет этого я не могу тебе подсказать. Обычно есть история с NDA, ну, как бы, соглашение о неразглашении. Я его никогда в жизни не применял, и я, правда, не знаю, какое у него, условно, правовое там поле. В теории можно, конечно, попробовать то, что, типа, вот у нас как бы важное интервью, если ты что-то сольешь, что-то об этом расскажешь, то я тебя засужу, но стоит ли овчинка выделки, ну, грубо говоря, то есть, типа, стоит ли идти в суд ради, условно, там, часового видосика? Ну, то есть, одно дело, если там суперкрутой какой-то спикер, который стоит дорого, грубо говоря, там какой-то эксклюзивный контент, ну, в каком-то плане это обосновано, но для рядового блога это, опять же, какое-то переусложнение, ну, я, правда, не знаю, вот реально не знаю. Так, вот, курсы свои будешь где-то делать, продавать? У меня, я делал как в формате теста свои курсы, получается, на английском языке, не сказать то, что они прям хорошо выстрелили, то есть, получается, есть Udemy, есть Skillshare, это англоязычные две площадки, сейчас они, ну, февральские события дали, шаг, типа, со Skillshare я не получаю никакие бабки, потому что PayPal заблокирован, а я, условно, в России нахожусь. Skillshare, Udemy, был Payoneer, выкладка, и тоже закрылся, вот Payoneer решил закрыться почему-то через месяц, почему-то внезапно, хотя вроде все нормально было, эти платежи были настроены. Грустно, грустно. В чем плюс, в чем минусы? Первое, это масс-маркет, то есть, туда, если заходить, туда нужно заходить либо с супергорячей темой, где низкая конкуренция, то есть, условно, там горящий продукт, который люди будут покупать, это сложно. Ну, то есть, там есть, условно, на том же Udemy, если заходишь в, там, статистику или, там, в Insights, там, в аналитику, какой-то там аналитикой репорт, там есть история, то, что можно вбить какой-то топик, условно, там, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, видеомонтаж, или, там, похудение какое-нибудь, что-нибудь, изучение английского языка, изучение, там, программирования. Там есть, условно, типа, насколько это популярно, насколько это людям нужно, насколько много покупают, и, вот, примеры других курсов, примерные, там, условно, цифры соотношения, проценты. Но, как бы, это все равно такой продукт, который, как бы, мы туда должны приводить все равно трафик, который будет покупать, потому что там, если мы, условно, вот я сейчас про Udemy говорю, курс для любого человека, который только пришел на площадку, будет стоить 10 долларов. Неважно, поставил ты 50, поставил ты 70, поставил ты 10, будет 10. Из этих 10 ты получаешь 30 процентов. 30 процентов. То есть 3 доллара ты получаешь с одной продажи. У тебя курс стоит сотку, он продается за 10, а получаешь ты 3. Вот такая вот история. Вот такая вот. То есть ты в Udemy можешь выжить либо на супер, опять же, большом объеме, когда у тебя, условно, куча продаж по 10 долларов. Я веду такие истории на YouTube. можно загуглить, там, типа, чувак с нескольких курсов, он там детально разбирает Adobe-овские программы, то есть Premiere, Audition, InDesign, там, ну, куча этих программ там же существует, и он прям, типа, очень много курсов, супер детальных, они не супер, мне лично не нравятся, я смотрел какие-то там выкладки, смотрел материалы, но он там зарабатывает, типа, миллионы долларов, потому что банально на объеме он, условно, лидер рынка, то есть чем больше у тебя курсов создано, тем больше людей они приводят, тем больше людей неотложный эффект, когда этот капитал у тебя собран, и этот капитал тебе приносит еще больше денег, грубо говоря, вот, и это один из вариантов, то есть, типа, массовая аудитория, вторая, это приводить туда своих людей, то есть, как-то вот, ну, опять же, агрегировать через блоги, продавать через блог, прогревать, выводить их на Udemy через свои там реферальные ссылки, и тогда продажи, там, условно, комиссия, там, Udemy не забирает комиссию, либо он там забирает очень мало, либо там дается тебе там 70%, либо 90%, ну, и, условно, у тебя курс продается за 50 баксов, ты уже получаешь там, условно, 40, ну, это лучше, чем получать 3 доллара, грубо говоря, с рандомного чувака, то есть, может быть, даже проще будет привести до одного чувака, который купит тебя за 40, чем продать, найти там 20 покупателей, которые продают за, покупают у тебя за 10, ну, там, ты получаешь трешку, условно, вот такая вот история. со скейшер тоже такая странная история, то есть, туда можно зайти, в принципе, достаточно, только не русский get-курс. Миша снова здравствует, снова еще монтировать придется, господи, три файла теперь, а, ужасно, 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 вот, повторяю аналоги get-курс, на зарубежном языке есть teachable, то есть teach, а был, teachable, и kajabi, как-то так, или там, что-то такое, там есть еще какая-то, тоже третья площадка, они примерно одно и то же, стоят там, вроде 40-50 долларов в месяц за стандартный тариф, и можно принимать платежки, создавать свои курсы безграничные, создавать свои лендинги, привязывать, ну, там функционала очень-очень-очень-очень много, вот, и, в принципе, такой вариант тоже работает, это если мы уже сами занимаемся приводом, типа, поиском трафика, продажами, прогревами, переводом аудитории туда, какая-то, типа, кураторство, тоже этих продуктов там, то есть, это уже полноценный бизнес, построение инфопродукта, и делать, ну, создание запуска, и переводить людей туда. Это две независимые площадки, можно использовать как Teachable, как Kajabi, они отдельные, то есть, это просто разные аналоги, кому, кому что нравится, кому какой шрифт, и цвет основной палитры нравится больше. Можно, ну, плюсы не нужен, это через запятую. Вот, какие менторские платформы используешь дополнительно, кроме Инсты и Ютуба, для продажи своих экспертных часов? Я использую вот сейчас у Telegram, в целом все, ну, то есть, у Telegram и оффлайн, ну, очень самое простое, проще всего продавать свою экспертность через оффлайн историю, потому что, когда ты появляешься перед человеком, особенно после ковида, после всех вот этих уставших людей, которые выжглись от зума, когда ты появляешься и заряжаешь человека просто от пятиминутного разговора, то он тебя готов купить. То есть, как вот, я могу рассказать несколько историй, будем потихоньку уже, наверное, закругляться, а то уже больше двух часов сидим. Первая история, как я заработал на Тиндере, типа, сколько, 40 тысяч? Бесплатно. Могу так рассказать, это первая история. Могу рассказать другую историю, как я просто через оффлайн мероприятие, придя туда, даже ничего не продавая, заработал, ну, условно, тоже типа тридцатку. Какая история больше людям нравится? Давай, первая или вторая? Тиндер или просто оффлайн мероприятие? Так, давай обе истории. Ну, Таня хочет все, Таня хочет получить максимальную пользу. Давайте, ну, Тиндер прикольнее просто звучит. Вот, Тиндер тоже, Миша тоже хочет про Тиндер. История. Про Тиндер, получается, я одинокий мужчина, и поэтому мне интересно тоже, как бы, дамы сердца искать. Но, многие тоже используют Тиндер для поиска клиентов. И получается, я, ну, опять же, смотрю, свайпаю лево-право, смотрю Инстаграм, то есть там какая-то красивая девушка, Инстаграм, захожу в Инстаграм, там 22 тысячи подписчиков. Я такой, здравствуйте, привет, интересно. Такой, я понимаю то, что уровень условно не мой, то есть типа у меня там условно 1300, ну, там, если брать англоязычный аккаунт, 50, просто 50, не 50 тысяч. Я такой, окей, зайдем с позиции пользы. Есть такая книжка, можете почитать, например, если хотите создавать свой личный блог, это код публичности Анны Мавричева. Код публичности, не код, который код, который с волосатой, а код, как код до Винчи. Вот, и там краски есть история про, как зайти, условно, через бесплатную пользу. То есть я такой, так, что я могу сделать бесплатного для этого человека? Я такой, окей, там девушка делает рилсы, рассказывает, что там просто эстетика в большей степени, там нет никакой продажи, нет никакого там супер личного бренда, там красота, и она обоснованная. Вот, я такой, окей, пошел в личку писать, что вот, понравился твой аккаунт, я вообще видеограф, делаю рилсы, давай сделаем, выйдем, условно, выберемся там в горы и поснимаем рилсы, бесплатно. Все, окей, да, согласен, я получил, пошли, отсняли, то есть как бы проект, условно, мы завершили, то есть какие-то рилсы я там выложил, она выложила, и потом она такая, а я вообще там, вот работаю там в школе, там нам нужны, короче, видеограф нужен на мероприятие, вот он, типа плачу раз, я такой, окей, пошел. Там я познакомился с фотографом, который фотографировал, ему я потом через полтора месяца продал две консультации, который он такой, типа окей, класс, ты крутой чувак, через офлайн, то есть я ему даже ничего не продавал, я просто с ним познакомился, объединялись контактами, потом мы там созвонились, и я его ушел, он там дожал до продажи абсолютно нативно. Это второй, второй, второй проект, второй, второй доход. Третий доход, это условно, вот эта съемка прошла, и там типа, мне нужен, нужен там вот для школы, опять же, монтаж роликов, там типа, следующие два месяца, типа, нужен монтажер. Я такой, окей, погнали, все вперед. И типа, вот условно, через бесплатный заход я условно заработал, я мог заработать еще больше, но там еще проекты мне осыпались, опять же, от бесплатной какой-то такой связи, бесплатной абсолютной истории, я получал как раз таки вот несколько заказов. Это вот история, как зайти через Тиндер. Такое же можно сделать, в принципе, в оффлайне, в онлайне, знакомство, незнакомство, чаты, польза, то есть через бесплатную пользу в том же Телеграм-чате, например, если есть Телеграм-канал, можно сделать, публиковать посты, публиковать свои сообщения не как личность, не как Телеграм-аккаунт, а как Телеграм-канал. То есть этим тоже многие пользуются, то есть они, например, отвечают, дают какую-то пользу, и человек такой, клацает на тебя и приходит в канал, и такой, а, окей, я остаюсь. Так, вот сейчас Таня мне спрашивает еще, какие консультации, как проводят именно консультации, пошла продажа, все-таки будет продажа, два часа держался. Смотри, я предлагаю тебе написать мне в личку, сейчас я сразу тебе мою личку напишу. Сейчас. Я, ну, вообще провожу как индивидуальные консультации, то есть они строятся по запросу, то есть если у тебя есть какой-то запрос, который связан с контентом, с блогом, ну, вообще, это мы определяем краски на бесплатном краске, созвоним на бесплатном разборе, и если я могу тебе помочь, я тебе предлагаю, говорю, как я тебе могу помочь, и это будет стоить, стоить, столько. Консультации я сейчас провожу, в будущем я планирую от них отказываться, потому что они, условно, требуют большого количества привлечения трафика, но дают маленький чек, грубо говоря, то есть мне хочется сделать так, чтобы я продавал одному человеку и получал много-много денег, условно, как я могу получить с 10 клиентов, грубо говоря, поэтому, вот, Таня мне написала, вот, 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 кстати, Таня проявляется очень хорошо, я тебе попозже напишу, и там уже выберем, спишемся, созвонимся, и обсудим, как я могу помочь, вот, так, секунд, дальше, па-па-па-па-пам, вторая история, давайте вторую историю еще расскажу, сейчас еще отвечу, у тебя ссылки в описании на Ftelega, на Insta по клику ведет на телегу, может разместить ссылку прямо в Insta, на Insta, а не username, username, короче, история такая, то, что Ftelega очень такая хитрая и кислая с позиции, то, что ссылку мы можем туда вставить, но ссылка будет плохо кликабельна, как минимум, то есть, условно, мы можем туда добавить ссылку, как обычную ссылку, http, ссылка не кликается, абсолютно, и там есть лимит по, этот, по, по буквам, которые мы можем написать, и поэтому там, чтобы поместилось, условно, и Telegram, и еще Instagram, типа, требуется место, а этого места нет, и поэтому ссылку вставлять не вариант, ссылка не кликается, поэтому приходится, проще вставить, вставить ник, ну, можно вообще не вставлять ник, я, как бы, ну, лучше человек пусть перейдет ко мне в телегу и останется в телеге, чем останется в Инстаграме, в Инстаграме у меня чуть-чуть похуже контента, но мне он не сам, не очень нравится, и пока что у меня ставка не на Инстаграм, а больше на Telegram, вот, надеюсь, ответил на этот вопрос, вторая история, сейчас попью еще водички и будем закругляться, про нетворкинги, про оффлайн мероприятия, почему это классно, почему на них очень легко продавать, потому что я уже, в принципе, сказал то, что когда мы находимся во флане, когда мы вступаем в контакт, я уже начинаю потихоньку голос терять, когда мы вступаем в контакт с человеком, уже идет сразу квалификация человека, то есть есть такая история, типа, как анкетирование, квалификация то, что, типа, человек нравится тебе, не нравится, то есть мы уже примерно понимаем, наш это вайп или нет, грубо говоря, и условно ходя на те же мероприятия, на те же нетворкинги, очень полезно банально прийти, познакомиться с этим человеком, обменяться контактом и не просто этот контакт убрать в загашник и ничего с ним не сделать, а как минимум сделать просто банальный фоллоуап, то есть фоллоуап, наверняка многие понимают, но если не понимаете, написать ему на следующий день, типа, о, привет, мы там были с тобой на тататататан, я вот для тех людей, кто проводит краски, ну, для тех людей, кто был на натворке, с кем я познакомился, я помогаю, там провожу разбор, тоже. Все, то есть и человек, из-за того, что он уже был с тобой в контакте на оффлайн мероприятии, почему это лучше, чем та же рассылка, за которую мы условно платим деньги в том же Телеграме, но она мало приводит подписчиков, мало приводит вообще каких-то, ну, конверсия очень маленькая, то, что мы эффективно можем познакомиться с пятью людьми, и условно трех из них мы можем спокойнее, проще вытащить на созвон и там уже что-то продать, например, и это будет идти в обход построения контентной воронки, прогревы через наши там сторис, через какой-то контент, личное общение очень хорошо дает очень хорошую конверсию, реально, очень рекомендую всякие оффлайн мероприятия, особенно которые по теме, то есть где там собирается ваша целевая аудитория, то есть тоже как пример, то, что я как пошел условно на нетворкинг, который про инфобиз, я там познакомился, я там продал условно, ну, не прям на мероприятии, а через, то есть там был все, доп-шаг все-таки, но продал, и второе, я условно пошел тоже там на тот же там, просто опять же пообщаться, так как типа тиндер такой, ну, тиндер устал от него, пойдем в оффлайне на спиддейтинг, просто интересна сама концепция, и я шел туда не с позиции продавать, а просто типа познакомиться, но я в итоге там тоже типа девушке просто сказал, не означает, что я видео занимаюсь, мне видео нужно, то есть просто вы закидываете какие-то ключевые слова, и у человека уже, может быть, есть какой-то запрос, который вы можете в моменте сразу же закрыть, все, то есть как бы я обменялся контактами, до съемки у нас, увы, дело там не до что, потому что там девушка заболела, я уехал, но условно предоплату я получил, свою часть запросов я выполнил, которые там входят в эту предоплату, и как бы условно, вот еще тоже условно какие-то деньги получил, хотя я не шел туда с позиции зарабатывать на том, что я какой-то крутой эксперт, и то есть можно абсолютно разные связки придумать, просто больше, опять же, про проявление, о чем я говорил, как раз в середине эфира, эфира, то что проявляться важно, проявляться нужно, проявляться классно, но если будем проявляться, то мы будем, ну, лучше себя чувствовать и больше зарабатывать, вот, окей, так, еще давай, вот последний вопрос от Тани, последние несколько вопросов от Тани, и у него не закругляться, окей, хорошо, кстати, лайфхаки для записи видео черновые, типа три хлопка или хлопушка, и тогда используешь, а лайфхаки для записи видео, я в принципе использую, ну что, я просто хлопаю перед съемкой, чтобы синхронизировать видео с аудио, я, наверное, записываю, условно, я прогоняю из таких лайфхаков, которые работают, я прогоняю сценарий перед записью ролика, то есть у меня сценарий написан, я его прогоняю в уме, в полсилы, в уме, в полсилы прогоняю, да, мысль еле идет, вот, вот, и то есть условно я прогоняю, нахожу какие-то болевые моменты, которые условно плохо работают, либо нужно их чуть-чуть переписать, чуть-чуть, то есть нужно условно текст, который написанный, озвучить перед самой записью, потому что есть такая история, то что как бы мы пишем текст, и он звучит по-другому, то есть мы начинаем о нем говорить, этот текст проговаривать, вообще какая-то билиберда получается, то есть не складывается, поэтому есть такое, ну, просто чтение вслух помогает писать сценарий лучше, ну, то есть говорить потом в итоге лучше и говорить качественнее, когда уже идет запись ролика. Вот, в целом, наверное, таких прям супер лайфхаков, которые прям вау-вау-вау, раз, два, три, четыре, пять, и запись идет быстро. На самом деле, чем больше записываешь, тем быстрее просто идет, то есть это просто приходит с опытом. Условно, я записывал курс по монтажу, который длится суммарно три часа, вот итоговый материал три часа, я его записывал два дня, то есть я просто сел утром, первые уроки шли прям тяжело, очень непонятно, очень так себе, но потом я разогнался, и на второй день я так вот отстрелялся очень быстро. И это было без сценария, это просто вот типа то, что я вижу, то я озвучиваю туда и нажимаю, и, ну, как бы нормально, то есть структура в голове была расписана, то есть по пунктикам главы, условно, ну, прям детального какого момента, ну, детального сценария, куда нажимать, что тыкать, не было. Но, опять же, на импровизации, из-за того, что я уже там прогнал этот сценарий, прогнал, первый, условно, там несколько часов, разогнался и пошел дальше. Такая вот история. Топ отчищающих курсов или YouTube для контент-мейкера, типа курс-могилка, например. Про курсы я вот точно прям не могу сказать, потому что я сам, условно, такие прям полноценные курсы про контент-мейкинг, про YouTube, наверное, прям полноценно не проходил. Я, условно, проходил из последнего, что я проходил. Это был Миша Грибов. Выход на зарубежный рынок. То есть там у него, как раз таки, вышел курс. Там он... Я его не рекомендую сразу. Типа, условно, он своих денег не стоит. Там продакшн-уровень, типа, запись экрана с очень плохим звуком. То есть такое себе. Там за свои деньги абсолютно не топ. И прям таких вот прям суперкурсов я прям не могу тебе подсказать, потому что я много инфы просто черпаю из разных источников, из разных каналов и из разных роликов на YouTube. Очень-очень хорошо прокачивает, на самом деле, западный YouTube, потому что западный YouTube с позиции обучения гораздо лучше, чем русский. То есть русский, я не знаю почему, но как-то все равно слабенько. То есть есть там цельные каналы, которые направлены только про монтаж, рассказывают. Есть, которые только про вид. То есть там есть очень такие глубинные, нишевые каналы, которые как бы нормально себя чувствуют, которые постят много контента и которые ну прям концентрированно рассказывают пользу. Тут такой прям суперкурс, который прям все решит. Ну такого, наверное, нет. Ну то есть к несчастью. Условно, в чем проблема курсов, почему как бы это ок, но не ок, то что это теория, а теория без практики бесполезна абсолютно. Поэтому информация должна стоить бесплатно, важна практика и получение обратной связи на эту практику, грубо говоря. Да. Вот так вот. Вот что я могу сказать в завершении. Информация бесплатная. Власна. Слушай, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилась очень полезная Ама. Я надеюсь, что ее еще будет. Много народу посмотрит и станет классными контент-мейкерами. Вот, давайте тогда на этом закончим. И, да, до следующего раза. Спасибо. Да, всем спасибо, да, кто участвовал, кто проявлялся. Самое главное. Если вы смотрите это в записи, реально проявляйтесь, и будет, на самом деле, гораздо, гораздо, гораздо круче, лучше, веселее, интереснее жить. Если будем проявляться, вот почему я говорю много, интенсивно, потому что это мой формат проявления, и я так себя чувствую гораздо лучше. Вот я сейчас ощущаю, я хоть и устал, но я супердовольный. Если бы я сидел бы просто такой, было бы неинтересно. Интереснее жить, когда проявляешься. Ваше свое, могу сказать, в завершение. Пока. Все, всем пока.